Привет, друзья! Меня зовут Мария. А меня Евгений. Мы рады вас приветствовать на нашем вебинаре, посвященном ответа на вопрос пользователей по QDC-35. Если вы смотрите на наш вебинар с сайта oven.ru и хотите задавать ваши вопросы в чате, кроме того, их видеть, необходимо перейти на YouTube. Нужно нажать на кнопочку YouTube в правом нижнем углу, перейти на YouTube, зайти в свой Google аккаунт, и тогда вы сможете задавать вопросы в чате, видеть их, ну и как-то принимать участие. Итак, давайте, если нас хорошо видно и слышно, вы поставите плюсики в чат. Евгений, что-нибудь скажи. Всех приветствую на нашем вебинаре. Я сейчас посмотрю, что у нас происходит в чате. У нас небольшая задержка, поэтому если вдруг вы задаете вопрос, мы его увидим с небольшой задержкой. Вот. Вижу, уже плюсики пошли. Отлично. Сегодня у нас, по крайней мере, я вижу 47 пользователей. Так. Супер. Видно и слышно. Отлично. Доброе утро всем. Давайте мы пока представимся, пока все заходят в свои Google аккаунты и так далее. Меня зовут Тимофеева Мария. Я работаю в учебном центре OVEN и веду курсы по QDCS 3.5. Меня зовут Евгений Кислов. Я инженер по продукту и занимаюсь в ПЛК программируемой среде QDCS 3.5 и панелями оператора. Давайте для начала немножечко поговорим про программу нашего вебинара, как мы сегодня будем с вами работать. Для начала у нас будет такая некая теоретическая часть, в которой мы расскажем про приборы, которые есть сейчас на текущий момент в QDCS 3.5, которые программируются. Затем поговорим про приборы, которые появятся чуть позже, то есть анонс наших текущих разработок. Ну и позже расскажем про функционал новых прошивок, компонентов. Ну и затем вот эта часть теоретическая, я рекомендую ее послушать обязательно. Мы ответим на ваши вопросы, во-первых, которые вы нам подготовили и прислали заранее. У меня тут целая куча вопросов. И обязательно обратим внимание на наш чат, будем задавать вопросы, ну чередовать их, наверное. Ну и убедительная просьба, опять-таки повторюсь, зайти через свой Google аккаунт, нажать на кнопочку YouTube, если вы смотрите с нашего сайта. Если же вы смотрите наш вебинар записи, то оставляйте комментарии под видео. На вопросы мы также будем отвечать в последующем. Итак, также мы подготовили для вас демонстрационный стенд, на котором будем показывать наше оборудование, ну если оно нам понадобится. Также будем демонстрировать кодесис 3.5, в котором будем показывать какие-то примеры. Вот. Ну и, итак, давайте, может быть, мне интересно узнать, кто из вас программировал в кодесис 3.5. И желательно все-таки немножечко рассказать о том, какие у вас были задачи, с чем вы работали. Напишите, пожалуйста, в чате. Пока у нас тем более все набираются. Я уже вижу, у нас 70 человек, это замечательно. Так. Ну и сейчас подождем, пока ответят. Евгений Кислов прям удивляется, что ты у нас в прямом эфире. Да, такое тоже бывает иногда. Да, Евгений Кислов у нас сегодня собственной персоной. Итак, давайте немножечко подождем. У нас сегодня вообще, кстати говоря, такая погода замечательная, метель. Вообще, такой метели давно уже не было. 7 декабря, вот сегодня с утра прочитала. Как ты сегодня добрался? Без проблем. Меня прям замело. Я подумала, что вообще не доберусь до работы, но, в общем-то, все успели, слава богу. Вот. Вижу, что отлично. Кто-то уже реагирует, кто-то уже пробовал программу для светофора. Супер! Это очень замечательно. Кроме того, пока вот собираются все, я чуть-чуть пререкламирую наши курсы по кодесис 3.5. Обязательно приходите на них. У нас есть курс, как и по кодесис 2.3, тоже в том числе. И по кодесис 3.5, что, собственно, чему у нас посвящен вебинар. Это по ПЛК 200 серии и по СПК. Ну и так. Отлично. Вроде бы у нас пользователи программируют кодесис 3.5. Автоматизация квартиры, коттеджи, вижу. Отлично. Очень здорово, что вы отвечаете. Мы надеемся на вашу активность. Вот. И, наверное, потихонечку будем уже переходить, наверное, к теоретической части. Итак, давайте я расскажу для начала о том, какие существуют контроллеры, которые программируются в кодесис 3.5. Здесь мы сразу же можем увидеть на картинке какие-то контроллеры. Это ПЛК 200 серии и СПК. Начнем мы, наверное, с ПЛК. Итак, в этой линейке существуют два контроллера. Это ПЛК 210 для расширенных коммуникационных возможностей и ПЛК 200 для малых и локальных систем автоматизации. Давайте поговорим о их функциональных возможностях. Во-первых, это основной интерфейс обмена. Это Ethernet, который позволяет нам использовать различные сетевые топологии. Далее это большое разнообразие коммуникационных протоколов. То есть это, опять-таки, Modbus, с которым мы работаем частенько. OPCA, MQTT, ну и остальные протоколы, возможно, даже нестандартные. Далее это поддержка веб-визуализации кодесис. То есть, несмотря на то, что у контроллера нет своего экрана, мы можем эту визуализацию отображать в браузере или, например, на веб-панели. Затем это поддержка OpenCloud. Мы можем прибор выводить в облачный сервис, управлять им, контролировать его, вводить какие-то графики, таблицы, ну и так далее. Ну и, что не может не радовать, это веб-конфигуратор, с помощью которого легко можно настроить устройство. Вот как только вы приобрели с завода, там есть мастер настройки, и можно его быстро настроить и осуществлять мониторинг по нему. Ну и поговорим про различия этих контроллеров. Здесь можно увидеть сравнительную характеристику. Это большое количество интерфейсов у ПЛК-210, у ПЛК-210 чуть меньше, большое количество входов и выходов, ну больше, точнее, количество входов и выходов, и двойной ввод питания у ПЛК-210. Затем давайте поговорим про модификации. Как и в ПЛК-210, так и в ПЛК-200 контроллере сейчас имеются 4 модификации. Три это с дискретными входами и выходами. Четвертая модификация имеет аналоговые входы. И также мы понимаем, что вы хотите уже побыстрее увидеть модификацию с аналоговыми выходами, но она появится чуть позже, ближе к 2023 году. То есть будет модификация с быстрыми аналоговыми входами и аналоговыми выходами. Ну и давайте перейдем к СПК. СПК это контроллер, хоть и не имеет своих собственных входов-выходов, но мы можем подключать какие-то модули ввода-вывода, другие контроллеры, например, потому что у него огромное количество интерфейсов. И самое главное, что у него есть собственный экран. И все это настраивается в одной программной среде Кода Систер 5. Здесь мы видим основные его технические характеристики, и, как я уже сказала, большое количество интерфейсов. Можем также через порт USB-хост, например, подключить мышку и клавиатуру. Управляйтесь контроллером с ним. Далее давайте поговорим о том, какие вообще есть еще приборы в экосистеме 210. Помимо самих контроллеров, про которые я уже рассказала, это есть, в ней есть также линейки, линейка модулей, это 210 MX210, веб-панель, на которую можно выводить веб-визуализацию, блоки питания, сетевые шлюзы. Шлюзы нужны для того, чтобы прибор, у которого нет порта Ethernet, выводить в сеть. Например, в облако. И неуправляемый коммунатор, который соединяет в себе все приборы, и преобразователь протоколов ModWasser to TCP-Mcon. Далее на этой схеме можем увидеть, как эти приборы между собой связываются в одну общую схему. Кроме того, тут и другие есть приборы. У всех приборов должны быть просто обеспечены эти интерфейсы. Например, 485, либо Ethernet. Ну и давайте посмотрим, что у нас есть из, наверное, новых приборов, которые появятся, точнее, позже. Это анонс текущих разработок. Поговорим о том, какие появятся позже. Наверное, многие уже ждут. Вот у меня, по крайней мере, на курсах про этот прибор спрашивали. Это ПЛК, извините, 210 с поддержкой горячего резервирования. В чем здесь вообще главная цель этого контроллера? У вас стоят на объекте два контроллера. В них выполняется одна и та же программа. И они постоянно синхронизируют свои данные. Если с одним контроллером что-то произошло, он выходит из строя, то второй контроллер перехватывает управление на себя. В первую очередь перехватывает управление дискретными выходами. Во вторую очередь он начинает выполнять роль мастера в сети. И, например, вот как на картинке, у вас может быть две группы модулей. У каждого контроллера своя. В этом случае у нас выполняется резервирование не только контроллеров, но еще и модулей. Либо это может быть одна какая-то группа модулей, как вариант. Ну и, в принципе, здесь, наверное, основную информацию я уже сказала. Давайте поговорим про следующий. Как это все настраивается? Настраиваться это будет в веб-конфигураторе. Кроме того, эту информацию про контроллер мы можем видеть и в коде SIS. Какой это, например, контроллер? Основной, резервный, либо он уже работает в одиночном режиме, то есть второго высшего устроя. Ну и как-то управлять ветками кода в зависимости от того, что у вас сейчас происходит вообще с вашими контроллерами. Далее, это уже целая линейка устройств 240-я. ПЛК-240 и МХ-240. Здесь основным протоколом является EtherCAT. Он обеспечивает быстродействие. У нас с вами вот посылки, которые приходят с модулей, они обновляются в каждом цикле задач контроллера. Ну и самое главное преимущество, наверное, этих модулей, что их не надо конфигурировать. Вы сразу же подключаете их в коде SIS и устройство, точнее программа, сама видит уже, какие модули подключены. Ну и, наверное, еще один плюсом является резервирование канала связи на уровне протокола. Вот, то есть, поскольку у контроллера, вот мы видим, есть два порта EtherCAT, и можно соединить приборы в кольцо, ну и модули тоже по два порта. И если вдруг в каком-то месте происходит разрыв связи, посылки у нас не потеряются. Также в будущем появится контроллер PLK2006 для систем диспетчеризации. Если вдруг у вас есть объект, на котором не обеспечен проводной интернет, то мы можем использовать вот такой вот контроллер со встроенным двухсимочным LTE-модемом и, например, как-то резервировать каналы связи, например, подключить симки там разных операторов, тоже как тебя обезопасить от потери связи. Также тут можем увидеть большое количество интерфейсов, несмотря на то, что небольшое количество входов-выходов, но здесь еще также есть расширенный температурный диапазон, и в основном стоит помнить, что это все-таки контроллер для удаленной диспетчеризации. Ну и заключение. Здесь приборы, хоть они связаны напрямую с кодом CIS-35, о них постоянно спрашивают наши пользователи, когда же, когда же выйдут модули с быстрыми аналоговыми входами, которые вот у нас были в линейке 110, это 2AS и 8AS, если вы про них помните. Вот, они также появятся чуть позже. Это схемотехническое решение также появится и в модулях с EtherCAT, и в контроллер, который вот у нас 0.5 модификации, с быстрыми аналоговыми входами и выходами, о которых я говорила ранее. Ну и также появится здесь небольшой такой анонсик, модуль аналогового ввода сигналов TEN-задатчиков. Тоже у нас были такие модули, это 1TD и 4TD из линейки 110. Ну и давайте, я пока ненадолго прервусь, я предлагаю немножечко обратить внимание в чат, если, кстати, есть что дополнить по тому, что я сказала, можешь, в принципе, сказать. Нет, по-моему, ты еще здорово рассказала. Отлично. Так, мы пока заглянем в чат ненадолго. Так, да, про качество трансляции. Все-таки, если вдруг что-то не так, пожалуйста, пишите. Вот, мы будем тоже на это реагировать. Также, напоминаю, будет запись. Вот, если вдруг в какой-то момент вы понимаете, что вам нужно прерваться, там, уйти, там, куда-то попить чай, там, или по делам, всегда можно будет потом пересмотреть эту трансляцию. Так. Так, высококачественная. На какое время выход 240 перенесли? Вот такой вот вопрос сейчас. Мы планируем выпустить линейку 240 в следующем году. И, разумеется, на это оказывают те события, с которыми все столкнулись, с дефицитным компонентом и так далее. Но мы очень постараемся во второй половине следующего года вывести на рынок ПЛК-240 и первый набор модулей с дискретными входами и выходами. Так, ну, пока вроде бы... Еще было несколько вопросов, я позволю себе ответить. Да, конечно, конечно. Пользователи. Райхам Эссекс говорит, что пора перевести все наши ПЛК на КДС-3.5. Мне сложно с ним согласиться, потому что, например, на ПЛК-100, ПЛК-110 сделано уже множество объектов, в том числе типовых проектов, и отказываться от них совершенно не стоит в данный момент. Обе линейки контроллеров с КДС-2.3 и 3.5 совершенно спокойно будут вместе существовать еще, наверное, лет 5, если не больше. Еще вопрос. Алексей Торицын спрашивает, можно ли контроллером ПЛК-200 и ПЛК-210 с аналоговыми входами подключить сигналы 4,20 мА и 0,10 Вольт? И есть какие-либо особенности? Наш сотрудник Кирилл Гайнудинов, которого, к сожалению, сейчас с нами нету, Он с нами, но он в чате. Он в чате, да, с нами. Ответил на этот вопрос, я дополню, если говорить про текущие модели, то есть от модификации 0,4, то сигналы 4,20 мА к ним подключить можно, 0,10 Вольт нельзя, там поддерживают сигналы плюс-минус 1 Вольт. К пятой модификации, как Мария сказала, действительно можно будет подключать и 4,20 и 0,10 Вольт, и каких-то особенностей, в принципе, там нету. И еще, по-моему, был какой-то вопрос интересный. Роберт Браун спрашивает, будет ли добавлена поддержка устройств, работающих по протоколу OVEN в формате шаблонов? Нет, таких шаблонов не спланировано, потому что протокол OVEN, в общем-то, это некая достаточно уже устаревшая технология. Мы не добавляем практически его в новых приборах. Все наши современные приборы поддерживают МОДБАС, и именно МОДБАС сейчас является для нас основным протоколом обмена. Да, кстати, на курсах мы работаем именно с МОДБАСом. В целом, частенько по нему вопросы у нас задают. Так, ну и, наверное, потихонечку будем переходить к части с функционалом новых прошивок. Давайте перейдем к этой части. Об этом нам расскажет Женя. Да, первое, о чем хотелось бы рассказать. Самое главное, что мы сделали в прошедшем году, в заканчивающемся году, мы выпустили обновление прошивки для всех наших контроллеров, программируемых в KDCS 3.5. Эти прошивки включают в себя систему исполнения KDCS 3.5 SP16 patch 3. При этом завода, приборы, до сих пор поступают пользователям с прошивкой заводской, которая включает систему исполнения SP14 patch 3. Это позволяет тем клиентам, которые привыкли работать с этой прошивкой и с этой версией KDCS не испытывать никаких затруднений и спокойно использовать свои типовые проекты. Новая прошивка доступна на нашем сайте. Соответственно, вы можете ее загрузить оттуда и обновить свои контроллеры, если вам это требуется, если вам это интересно. История версий прошивок доступна на нашем форуме. Для каждого контроллера есть соответствующая тема, в которой описаны все изменения, которые произошли в каждой из выпущенных нами прошивок. Также вся эта информация доступна в виде отдельного документа, который также выложен на нашем сайте. Если вы решили перейти на новую прошивку, вам необходимо, во-первых, сначала загрузить ее с нашего сайта в виде архива, открыть его, изучить файл readme.txt, который приложен к файлу прошивки, чтобы понять, что вам нужно сделать, как вам нужно выполнить процедуру прошивки. Самое главное, на что стоит обратить внимание, перепрошивка потребует использования USB или SD-накопителя. К сожалению, перейти со старых прошивок на новые в данном случае через веб-конфигуратор не получится, потому что слишком сильно изменилось системное ПО. Кроме того, выполнить процедуру перепрошивки потребуется два раза со сбросом настроек. В первый раз обновляется сама прошивка, в второй – начальный загрузчик. Это опять-таки связано с тем, что произошли крайне серьезные изменения. Кроме того, вам потребуется обновить проект KDCIS. Мы выпускали видео о том, как адаптировать проект от версии SP-14 к версии SP-16. Это довольно несложно и обычно занимает 10-15 минут времени. Да, кстати, мы вот буквально недавно на наших курсах, перед нашими курсами обновляли прошивки. Действительно, делается вообще очень-очень быстро и несложно. Да, и кроме того, если по каким-то причинам вы захотите вернуться на старую прошивку с SP-14, это тоже можно сделать. Откат поддерживается. Единственное, вам потребуется откат опять выполнить два раза. Давайте я немного расскажу о новых возможностях, чтобы вообще пользователям понимания, зачем вообще обновляться до новой прошивки. Как я уже говорил, мы поддержали систему исполнения KDCIS в E3.5 SP-16 патч-3. Это одна из самых актуальных версий KDCIS. Она включает в себя множество новых функций. Я не буду сейчас останавливаться на том, какие именно эти функции, но рассчитываю, что наш технический специалист Василий, который организует нам, помогает нам с организацией бинара, он сейчас отправит ссылку на документ, который содержит этот список изменений в чат. Также мы поддержали протокод GPRS в компоненте Modem, и теперь вы можете организовать через модемы подключение к интернету на тех объектах, где проводного интернета нет. Пока что еще PLK206, о котором рассказал Мария, не вышел, так что это будет вполне неплохой альтернативой. Если же на объекте у вас интернет есть, но, например, у вас нет внешнего статического IP-адреса, а как-то подключаться к контроллеру надо, то вы можете использовать технологию OpenVPN, которую мы также поддержали в новых прошивках. Она позволяет вам подключить контроллер к виртуальной частной сети, и, соответственно, вам потребуется где-то развернуть или арендовать в VPN-сервер, это довольно несложно в наше время. Точно так же вы можете ПК подключить к сети VPN и, соответственно, уже взаимодействовать с контроллером, несмотря на то, что у него нет внешнего IP, тем не менее вы находитесь в одной VPN-сети и спокойно можете посмотреть его веб-визуализацию, обновить проект и так далее. Также надо отметить, что помимо OpenVPN, эта технология проверена временем, которая используется на множестве объектов, но некоторые считают, что ее эпоха подошла к концу, также мы поддерживаем уже давно, начиная практически с первых прошивок для новых контроллеров, технологию WireGuard. Это вторая известная VPN-технология. Кроме того, мы добавили в прошивку утилиты для работы с MySQL и MSSQL базами данных, соответственно, контроллер может считывать данные из базы и записывать их туда. И так же мы организовали экспериментальную поддержку USB-модемов. Эта экспериментальность заключается в том, что, во-первых, мы не гарантируем работы всех модемов, на рынке их очень много. Кроме того, через USB-модемы вы можете работать только по протоколу GPRS, отправка и получение SMS не поддерживается. И последнее, использование USB-модемов может повысить джиттер задачи KDCIS, то есть ваше приложение будет не так часто, работать менее стабильно и с большим периодом цикла. Это все, что касается новых прошивок. И теперь давайте я расскажу о том, что мы разработали непосредственно для среды KDCIS. С чего бы хотелось начать? Это шаблоны вопроса, о которых вы уже спрашивали в чате недавно. Наши шаблоны представляют собой обертки для стандартных компонентов MatBusSlave и позволяют пользователю не настраивать вопрос устройства, а просто добавить шаблон, указать адрес и работать с прибором. То есть конфигурация уже заложена внутри шаблона. Раньше у нас были шаблоны только для MX-110 и ПЧВ. В этом году мы добавили шаблоны для TRM, как для классической линейки TRM-200, так и для новой линейки TRM-U2, которая буквально в прошлом месяце начала выходить на рынки. Кроме того, мы поддержали датчики. Наши датчики с интерфейсом RS-435. Счетчики импульсов, тахометры и, например, последнее обновление пакета шаблонов было связано с добавлением впускателя PBR-10, о котором совсем недавно мы проводили отдельный вебинар. Кстати, в чате тут про шаблоны вопрос, будет ли поддержка устройств, работающих по протоколу OVEN, именно в формате шаблона. Да, я вроде отвечал совсем недавно про это. Нет, мы не планируем добавлять такие шаблоны, потому что актуальность протокола OVEN в данный момент времени крайне низка. Следующее, о чем хотелось рассказать, мы понимаем, что не только наше устройство подключает к нашим контроллерам, подключают, например, теплоэлектрощетчики, газоанализаторы и так далее, раскодомеры. И обычно, зачастую, эти приборы имеют какой-то свой собственный протокол обмена. Чтобы упростить жизнь для опроса таких приборов, мы разработали библиотеку OVEN Веннер Протоколс, в которую включены блоки опроса для таких приборов. В данный момент в библиотеке поддержаны электрощетчики Меркурий, электрощетчики Энергомера, причем для каждого типа электрощетчиков у нас поддержано по два протокола, то есть большую часть линейки этих производителей мы у себя поддерживаем. А также теплощетчики TEM и теплоком ВКТ. Правда, вот я должен сделать ремарку, к сожалению, к моменту проведения вебинара ВКТ-7 мы не успели поддержать, но это на финальной стадии, и я думаю, очень надеюсь, что до конца года мы выпустим обновление этой библиотеки с поддержкой ВКТ-7. В планах у нас поддержать электрощетчики SET и счетчики импульсов Pulsar. Но если вы в этом списке не видели приборов, которые вас интересуют, то хочу рассказать, что мы открыты для разработки по запросам, и кроме того, если, например, вам требуется счетчика считать только граничное число самых нужных параметров, если у вас есть описание протокола для этого счетчика, если вы готовы предоставить удаленный доступ с приемлемым каналом связи, с приемлемым быстродействием ПК, и вы умеете уже как-то с этим счетчиком работать, ну хотя бы вывести на экране счетчика параметры, которые вы хотите считать, то мы совершенно безвозмездно готовы вам попробовать оказать поддержку в опросе этого устройства. Также мы готовы помочь вам настроить опрос приборов с протоколом AdBus. Такие теплощетчики или кросчетчики тоже на рынке есть. Мы заинтересованы в разработке примеров, которые упросят в дальнейшем жизнь нашим пользователям. Если у вас есть какие-то вопросы или пожелания по этой библиотеке, вы можете написать либо на форуме, для этой библиотеки есть отдельная тема в разделе QDC35, либо написать мне прямо на почту. Следующая библиотека, о которой я хочу рассказать, это библиотека протокола SNMP, который довольно часто используется в системах мониторинга сетевой инфраструктуры, например, в системах диспетчеризации центров обработки данных. В библиотеке поддерживается версия протокола V2C. Контроллер может работать как в режиме менеджера, собирая информацию с серверов, источников бесперебойного питания, кондиционеров и так далее. Или в режиме агента, предоставляя данные полевого уровня, системе диспетчеризации, например, Zabbix или Grafana. Помимо GED и счет запросов поддерживается прием и отправка трапов. Трапами в протоколе SNMP называются асинхронные сообщения от агента-менеджера. Например, источник бесперебойного питания может отправить трап, когда его уровень заряда близок к нулю, сервер может отправить трап, когда его температура превышает критический предел и так далее. Так что, если вы ожидали поддержку этого протокола, то вот в этом году мы ее добавили. Может показаться, что все, что я говорю, касается исключительно коммуникационных возможностей, их расширения, но мы занимаемся другими вопросами. Например, в этом году мы выпустили библиотеку Oven Visu Dialogs с кастомизированными диалогами визуализации. Если кто-то работал в KDC 3.5 и разработал для него визуализацию, он знает, что стандартные диалоги, они имеют довольно аскетичный дизайн, в них отсутствует поддержка кириллицы, в символе на клавиатуре даже не английская раскладка, а немецкая с умляутами. И, в общем, это не всегда выглядит надлежащим образом. Мы разработали свою библиотеку, все наши диалоги локализованы, все они поддерживают работу с кириллическими строками, с типом VString. В библиотеку входят как стандартные диалоги ввода, это numpad, kipad, так и диалоги управления пользователями, например, диалог ввода пароля, диалог изменения прав пользователя и так далее, диалоги выбора файлов, message box и так далее. Интересной особенностью библиотеки является возможность доступа из программы к цветам всех элементов, всех диалогов. Таким образом, в коде вы можете изменять темы, например, в зависимости от времени суток переключать визуализацию между светлой и темной темой. И, кроме того, есть ряд множеств других улучшений, я только два озвучу. Например, здесь поддерживается простой способ ввода переменных типа time, с доиточем. Если кто-то пробовал визуализацию через стандартные диалоги к ADC сводить значение типа time, то, я думаю, он понимает какая-то боль и страдания. И, кроме того, с использованием наших диалогов пользователь в коде может получить событие о том, что диалог был закрыт. И, например, после закрытия диалога ввода обработать введенное пользователем значение, например, проверить, укладывается ли оно в допустимый диапазон. И последнее, что хотелось бы об этой библиотеке рассказать, она доступна в исходниках, то есть вы можете открыть ее, отредактировать любым угодным вам образом, только, пожалуйста, изменить ее имя и версию, чтобы как-то отличать от нашей. Да, кстати, вот мы буквально недавно на курсах открывали эту библиотеку, и прям была приятная неожиданность, что можно менять и цвета там, и, в общем, как-то менять размер самого диалога. А про запись времени я даже, честно говоря, не знала. Это очень круто, очень удобно. А то приходилось его в миллисекунду переводить, и это было достаточно неудобно. Там даже не то, что миллисекунды, там синтаксис типа Т-решетка и вот эта вся история. То есть не совсем привычный обычному оператору синтаксис. В компоненте модем мы добавили поддержку протокола GPS, и я об этом рассказывал уже, так что не буду долго над этим останавливаться. И последнее, что хотелось бы рассказать, мы обновили библиотеку Oven Communication версии 3.5.1.5. В ней мы поддержали чтение файлов с помощью 20-й функции MatBus. Для этого появился отдельный функциональный блок. Это довольно полезно, так как многие счетчики, в частности теплосчетчики с поддержкой этого протокола, позволяют с помощью этой функции считывать свои архивные. Кроме того, мы поддержали в блоке SerialSlave режим Spy. Про это расскажу чуть подробнее. Чем он отличается от классических режимов MasterSlave? Представьте, что у вас есть уже система, в которой есть PLK или SCADA, которая работает как MatBus Master, и есть слейвы. И вам необходимо интегрировать в эту систему новый контроллер, и, например, получать там данные слейвов. Предположим, что вы не можете уже никак перенастроить мастер, например, исходники потеряны, или они есть, но вы не знаете версию, в которой они были созданы, версию PO, в которой они были созданы, или вы знаете, но просто страшно их трогать. Соответственно, перенастроить мастер вариантов нет, и контроллер уже в режиме мастера не может работать, поскольку на шине MatBus Master есть, и он может быть только один. Соответственно, в этом случае вы можете воспользоваться вот этой библиотекой и работать по протоколам MatBus в режиме Spy, прослушивая трафик и получая информацию о том, что происходит на шине. Таким образом... Прошу прощения, задержку. Таким образом, вы можете, никак не реагируя на пакеты, которые идут, просто ловить трафик и как-то обрабатывать в программе, например, использовать в логике и так далее. Кроме того, мы улучшили режим отладки для блока, для того же блока, для блока Serial Slave. Раньше блок мог эмулировать все устройства на шине, теперь он может эмулировать, помимо этого, конкретный набор устройств. И если у кого-то возник вопрос, зачем вообще мы это сделали, то я попробую объяснить ситуацию, в которой это полезно. Предположим, у вас есть тестовый стенд, у вас есть шина, точнее будет шина, на которой будет там несколько патчеве, несколько модулей и так далее. Но в данный момент устройств нет, и с точки зрения проверки обмена вам бы хотелось как-то сымитировать. Разумеется, можно это сделать с помощью ПК, но можно воспользоваться и ПЛК, просто вот сказать, например, что Slave отвечает на запросы к адресу 1, к адресу 2, к адресу 3, а к адресу 5 не отвечает, потому что, например, Slave с адресом 5 может действительно быть на шине. Так что с точки зрения отладки обмена, это довольно полезная, как мне кажется, функция. Я рассказал о всем, что мы сделали в этом году, и теперь коротко анонсирую планы на следующий. В следующем году мы планируем выпуск новой прошивки. В ее состав будет входить система исполнения KDSIS V3.5S18 патч 3 или выше. Может быть, это будет патч 4 или патч 5. Эта прошивка уже будет внедрена на заводе, и мы заранее постараемся всех об этом оповестить, чтобы для пользователя не было удивлением, что к нему приходит новый контроллер, и он в него не может загрузить его проект, который был создан в старой версии. Мы снимем видео о том, как адаптировать проект для новой версии. Мы обеспечим информационную поддержку, всю возможную. Мы постараемся заранее об этом предупредить, как можно заранее. И, разумеется, наша техподдержка будет проводить консультации по адаптации проектов из одной версии KDSIS в другую. А вот тут еще был вопрос, когда завод планирует перейти на V16? На SP16 на заводе мы переходить не будем. То есть это будет сразу 17-я? Да, на заводе мы сразу в следующем году внедрим уже прошивку 17-ю. С версии SP17, SP3 или выше. И последнее, что я хотел бы про все это сказать, про всю эту историю. Если вы не сами разрабатываете проект, а заказываете его на стране у какой-то там подрядной организации, то мы рекомендуем всегда договариваться о том, чтобы явно в договоре прописывать, чтобы вам передавались сходники. Иначе вы можете оказаться в очень неприятной ситуации. И, собственно, даже если вы сами разрабатываете проект, то мы рекомендуем как-то вот обеспечить его хранение, желательно с бэкапированием, чтобы не было шанса потерять исходники. И исходники проектов крайне важны. Что еще будет нового в этой прошивке? Во-первых, мы поддерживаем технологию SV Update. Ее основное преимущество заключается в том, что теперь, если, например, при перепрошивке по каким-то причинам пропадет питание контроллера, то контроллер не потеряет работоспособность, он просто продолжит работать с уверяющей прошивкой, которая у меня была. Также мы планируем в прошивке поддержать MQTT-брокер. У нас уже есть MQTT-клиент с помощью open-source библиотек, доступных для KDSIS. И теперь контроллер может работать в режиме брокера, являясь центром MQTT-сети, и передавая данные между публикаторами и подписчиками, таким образом осуществляя функцию арбитера. Еще одна полезная возможность, о которой нас довольно часто просили, и она действительно кажется очень полезной, это возможность обновления проектов в KDSIS через ZEP-конфигуратор. Сейчас есть два варианта обновления проектов, это либо через сам KDSIS, либо с USB или SD-накопителя. Если разработчик находится в одной локальной сети с контроллером, то, конечно, удобнее обновить проект через KDSIS. Если контроллер установлен на объекте, то действительно удобнее обновить через USB или SD-накопитель. Но, например, на объекте могут быть какие-то проблемы, например, там может быть не быть USB-накопителя. Или, например, контроллер находится в шкафу, и чтобы открыть шкаф, требуется оформить какой-то наряд допуска, и все это очень занимает много времени. Но также есть требования по флешкам, что там, может быть, файлосистема не будет соответствовать, тоже как вариант. Да, возможно, еще есть, ну, у нас действительно есть требования по флешкам, и бывают no-name флешки, которые, к сожалению, не опознаются нашими контроллерами, это просто объективная реальность. Поэтому будет полезно обновить проект и без флешки, и через KDSIS, просто через его веб-интерфейс. В компоненте модем мы планируем поддержать возможность работы с двумя модемами, чтобы иметь возможность резервировать канал связи, например, используя сим-карты различных операторов. Некоторые наши пользователи решают на нашу ПЛК очень нестандартные задачи. Точнее, задачи могут быть стандартными, в новых рамках есть какой-то очень специалистичный функционал, который в рамках KDSIS может быть не слишком удобно реализовывать. Поэтому мы планируем в следующей прошивке добавить в контроллер интерпретатор языка Python, чтобы такие задачи решать уже непосредственно на этом языке, и потом интегрировать это с KDSIS. Что хотелось бы сразу рассказать. Первое. Надо понимать, что скрипты на Python будут работать не очень быстро, не так быстро, как приложение KDSIS, потому что, соответственно, Python — интерпретируемый язык, программирование некомпилируемый, и, кроме того, скрипты не будут выполняться в потоке реального времени, когда это происходит с приложением KDSIS. Ну и должен озвучить, что мы не планируем оказывать никакую поддержку по Python, то есть это предназначено для людей, которые понимают, что делают, которые имеют соответствующий опыт. И также мы планируем разработать две библиотеки. Первая — это библиотека со сложными элементами визуализации, такие как тренды или тревоги. Если кто-то из присутствующих работал в KDSIS, в KDSIS есть стандартные элементы визуализации тренды и тревоги, то он мог заметить, что у них есть ряд недостатков, и в некоторых случаях их функционал очень ограничен. Например, отсутствует простой вариант записи данных трендов и тревог на флеш-накопитель или очистки трендов. Правда, я добавляю с P18, но... То есть появится архивация только на флешку? Нет, не появится архивация, появится именно собственный элемент визуализации, то есть полностью нам подконтрольный, который мы можем редактировать, дополнять и так далее. Самое главное — это позволит решить те проблемы с трендами, со стандартными трендами KDSIS, которые сейчас, потому что при перезагрузке по питанию файл трендов может повредиться, и в этом случае могут произойти неприятные вещи, вплоть до исключения в программе контроллера. Кроме того, мы планируем выпустить библиотеку для работы с устройствами умного дома, платформы Яндекс, и со всякими, соответственно, лампочками, шторами, жалюзи, пылесосами и так далее. Для тех клиентов, которые автоматизируют дома и квартиры, вот как раз в нашем чате есть такой пользователь, это CSCS, известный нам электрошаман, я думаю, это может быть, по крайней мере, интересной технологией, чтобы, по крайней мере, опробовать ее. Основные планы я озвучил, разумеется, ими мы не ограничимся, будут и более мелкие доработки, но к ним, я думаю, мы уже вернемся, когда будем публиковать там список изменений в новой прошивке ближе к ее релизу. Наверное, с презентацией мы закончили. Так, давайте, может быть, переключимся пока на вопросы. Я вот видела вопрос, посвященный... Так, OpenVPN у нас была тема. OpenVPN только клиент, сервера нет? OpenVPN, не OpenVPN. Извините, OpenVPN. Или можно между двумя организовать связь, где один становится сервером, а второй клиентом? Нет, наши контроллеры могут работать по VPN только в режиме клиента, режим сервера они не поддерживают, и, на наш взгляд, это не задача контроллера, выступать в роли VPN-сервера. Так, тут еще вопросик. Какой действительно кунг-фу от Евгения будет? Пара секретных или смертельных приемов? Ну, не знаю, в зависимости от вопросов. Я думаю, у всех свои критерии смертельности, то есть каждый может вынести разные. Я бы хотел сам ответить на один вопрос, который задал Олег Флюк, которого, мне кажется, я знаю. Он спрашивает, будут ли обучающие видео связаны с ОП, а то, что есть на русском, это у пролога. Ну, действительно, про ОП в КДСИС на русском довольно малая информация. Это интересный вопрос, и, кстати, дальше мы будем читать вопросы, которые нам пришли на почту, такой вопрос тоже есть. Мы могли бы что-то рассказать про ОП, но при этом нужно очень хорошо понимать, что клиенты хотят услышать, потому что в данный момент у меня такого понимания нет. Я, например, не очень понимаю, например, это люди, которые программировали на ОП-языках, например, на C++ или на Java, которые хотят перейти в КДСИС. Или это люди, у которых, в принципе, нет бэкграунтов в КДСИС, которые считают, что ОП это некий магический инструмент, который решит все их проблемы. То есть не очень понятно, что именно бы хотелось рассказать. На мой взгляд, это довольно сложно, но если мы соберем запросы пользователей, когда они объясняют, что именно им бы было интересно в этой связи, мы бы, конечно, подумали бы в сторону отдельного вебинара или в отдельных обучающих видео, или еще в какого-то вида контента про ООП. Так, следующий вопрос про мастерскаду. На ПЛК-210 будет ли официально мастерскады 4D или хватает только ПЛК-110? У нас все-таки вебинар про КДСИС-35, а не про мастерскады. Я могу только сказать, что в данный момент у нас нет каких-то планов по продаже ПЛК-210 системы исполнения мастерскады 4D. Так, хорошо. Не планируется ли добавить поддержка PostgreSQL? Планируется. Клиент будет следующий прошивки вот с P18, о которой я рассказывал. Я еще на один вопрос позволю себе ответить. На самом деле интересные вопросы прям начались, и я жалею, что я не могу сейчас просто взять и все их спокойно прочитать. Почему? Можешь? Ну, окей. Можем по порядку? Да, надо было на самом деле идти сверху-вниз, наверное. Александр Судалин говорит, что про ОП есть гадлайн от PLC Open. Он действительно есть. И недавно, кстати, вышла версия 1.0. Он довольно короткий. И вот, честно говоря, я читаю это гадлайн. И вот, что касается там и примера от Пролога, и что касается гадлайна от PLC Open, все очень как бы... Я думаю, человек, когда читает, он не понимает, каких выгод дает ОП. То есть там написаны какие-то общие слова и какие-то общие технологии. Но вот что конкретно вы от этого получите, эти гадлайны, на мой взгляд, не сообщают. Они показывают примеры довольно синтетические, которые далеки от реальной жизни. И это понятно, потому что, чтобы показать преимущество от ОП, надо взять очень сложный комплексный пример, где будут там сотни строк-кода, тысячи строк-кода. Но мне кажется, очень сложно написать документацию к такому примеру, чтобы на его примере, простите за тавтологию, пояснить преимущество ОП. Вот Олег Флюк говорит, можно просто ОП в разрезе 3.5. Мне эта фраза непонятна. Что значит ОП в разрезе 3.5? Что именно вам бы хотелось узнать? Я так полагаю, вы знаете, что такое ОП. Какие у вас конкретно вопросы? Насчет soft motion. Кирилл прям очень правильно ответил. Мы действительно в данный момент не поддерживаем эту технологию. Она нам интересна, но в среднесрочной перспективе у нас никаких устройств не будет, поэтому никаких обучающих материалов по ней у нас в данный момент нет. Я, пожалуй, вернусь к вопросам, которые ранее нам задали. Здравствуйте. Если возникают вопросы, относящиеся именно по написанию программы для приборов, по D6.3.5 есть, у вас специалисты, к которым можно обратиться за помощью. Есть ли у нас такие специалисты? Может быть, интеграторы какие-то? Интеграторы у нас, безусловно, есть. Тут вопрос. Какого рода помощи вы ожидаете? То есть с точки зрения возможности KD6 вам, разумеется, помогут. И если у вас вопросы по вашей прикладной задаче, я, честно говоря, не уверен, что этих поддержек сможет вас проконсультировать. Но действительно, у нас есть интеграторы, которые просто могут взять и по вашему техническому заданию сделать вам в KD6.3 проект. Таких интеграторов у нас довольно много. Так, следующая просьба. Пульсар добавьте. Да, вот мы в начале следующего года приступим к поддержке пульсаров. У нас есть счетчик импульсов, но протокол там более-менее универсальный. Не сложно будет по запросу любой прибор поддержать, потому что... Ну и мы попробуем сделать универсальный блок, потому что там запросы-то одни и те же. Отличаются только данные, которые вы получаете в ответ. Пульсар в планах есть. Еще вот вопрос от Олега Флюга, к которому ты уже отвечал. Можно ли протоколы написать самому? Да, безусловно. В KD6 есть средства для написания своих протоколов как через компорт, так и для TCP и UDP. Да, вот Кирилл уже ответил, что есть стандартные библиотеки для обработки компортов. А кроме того, есть вот библиотека о коммуникейшн, по которой я рассказал. В ней есть уже удобные обертки. То есть там сразу вся логика запрос-ответ. Ну, то есть для клиентов серверных протоколов она инкапсулирована в один функциональный блок. Вам, по сути, нужно будет только написать сборщик ваших запросов и парчер ответов. А вся коммуникационная часть уже сделана. Вы просто можете брать и пользоваться. Тут еще благодарность от Майка Фремена за библиотеку ОВД. Огромное спасибо. Спасибо. Очень приятно слышать. Мы старались. Мы тоже считаем, что это очень полезная вещь, которая практически в любом проекте с визуализацией может пригодиться. Можно я тоже немного поотвечаю на последний вопрос? Роберт Браун спрашивает, будет ли публиковаться обучающее видео по СТ в КДС-3.5? Мы готовы, конечно, их делать. Вопрос, опять же, в чем вам интересно? Что вам интересно? Потому что, ну, достаточно сложно понять, что именно по СТ вам бы хотелось узнать. Про СТ у нас, насколько я понимаю, на обучающих курсах что-то должны рассказывать? Кстати, да, у нас проводятся курсы по языку СТ. У нас есть продвинутый курс. В целом мы можем даже перейти сейчас на наш сайт и показать, где находится раздел, где вы можете почитать что-то про учебный центр. И вот так мы находимся на нашем сайте ОВИН. И вот здесь есть отдельный раздел учебный центр, учебный центр ОВИН. Можем сюда перейти, посмотреть, какие на данный момент есть курсы, на какие можно записаться, на какие есть места. И вот как раз по СТ у нас есть курс продвинутый. Он будет в апреле, пока есть места. Поэтому рекомендую вам записаться на него. Здесь можно также почитать программу нашего семинара. Кроме того, Кирилл сообщает, что обсуждается возможность небольшого открытого курса по СТ. На мой взгляд, это будет крайне полезно. И, например, СТ начинает появляться в среде ОВИН лоджика. Так что, я думаю, запросы по СТ у нас будут только увеличиваться в течение времени. Еще один вопрос интересный. Костя Дерти спрашивает, есть ли отображение графика по двум координатам? Да, такая возможность есть. Она вот появилась в SP13, если мне не подводит память. Это XY график, да? Да, XY график. Такой компонент есть. Относительно недавно он по меркам KDC появился, несколько лет назад. Опять-таки вопрос от Олега. СМС не российский принимает, отправляет в библиотеку? Если речь о формате номеров... Если речь о формате номеров... Я, честно говоря, сходу не готов ответить на такой вопрос. Нужно более конкретизировать, о чем речь идет. О формате номеров или о кодировке сообщения. Здесь уточнение. Обычно длину номера ограничивают. На этом и косячит. Ну вот, поэтому, может быть, речь идет про длину номера. Сейчас. Давайте мы тогда, вот я потрачу там чуть-чуть времени. Ну давайте, все-таки у нас вебинар... Ты поищи пока же, пожалуйста. Да, мы у нас вебинары посещаем вопросы. Посмотри пока, пожалуйста, какие другие вопросы более интересные. Так, какая версия Python будет? Python, извините. Какие базовые библиотеки планируются включить в прошивку? Ну, по-моему, про это уже говорили Python 3. Ну, я имею в виду более конкретной версии. Я, честно говоря, не помню. Там 3.10, по-моему, это надо смотреть, я сходу не отвечу. Но, наверное, не суперновая, но какая-то более-менее актуальная. Значит, библиотеку тоже не отвечу. Не обсуждали состав того, что будет, но будет PIP. То есть, если что-то уже под арм есть, то вы можете просто загрузить через менеджер пакетов. И использовать. Попробуйте использовать, по крайней мере. Я опять не могу обещать, что все это успешно заработает. Это уже на стороне конкретного приложения вопрос. Так, я предлагаю, ну, какое-то время, может быть, нам переключиться на вот эти вопросы, потому что у нас тут... Сейчас, давай только все-таки ответим. Да, давайте по этому вопросу, и потом переключимся на вопросы, которые вы заранее нам прислали. Позже опять-таки вернемся в чат, не переживайте. Просто здесь уже пользователи, я думаю, ждут ответов на свои вопросы. Ну, и мы будем как-то чередовать заготовленные вопросы и те вопросы, которые в чате задаете. А Евгений пока нам найдет вопрос про номера. Да, я Олегу хотел ответить. У нас нет ограничения на телефонный номер. То есть, там строка может до 80 символов иметь. И, насколько я помню, в самой библиотеке она полностью обрабатывается. То есть, в принципе, с каким-то ограничением вы не должны столкнуться. Да, действительно, давайте перейдем к вопросам, которые нам задали по электронной почте. Я прошу, вы можете продолжать задавать вопросы в чате. Мы, безусловно, к ним вернемся. Но сейчас хотелось бы от отличия на то, что нас спрашивали по почте. Итак, первый вопрос от Иванова из Архангельска. К сожалению, имени, отчество не указано. Какие бренды используют коды СИС? Коды СИС поддерживается очень многими производителями контроллеров. И больше сотни. А устройств поддержки Коды СИС, наверное, больше пяти сотен. Точное число мне сложно назвать. Я надеюсь, Василий сейчас здесь сделает демонстрацию моего экрана. Есть специальный сайт devices.kods.com На котором производители выкладывают информацию о своих устройствах с поддержкой Коды СИС. Кроме того, вся эта информация доступна в виде отдельного PDF-документа. Он, к сожалению, обновлялся в последний раз два года назад, в конце 2019-го. Потому что он печатается под выставки. А выставок в последние два года из-за ситуации с коронавирусом, к сожалению, не было. Если говорить про каких-то самых крупных фендеров, то, наверное, я бы назвал Вага, Бекхов, Абиби, Шнайдер Электрик. Надо сказать, что все эти производители используют брендированные версии Коды СИС. Но от стандартной они не сильно отличаются. Там есть свои плагины, свои особенности. Но в целом ядро четко прослеживается. Те же самые редакторы. Вы сразу, если вы раньше работали в чистом KDC, у вас не стоит проблем работать с ними. Кроме того, единственное исключение. Вот у Бекхова там не совсем так. Там KDC лишь один из элементов их среды. Если говорить про какие-то там менее известные компании, то это, например, Итана, Берков. Не путайте с Бекхов. Ифэм. И так далее. Вот. Предводителей много. Соответственно, мы один из них. Информация о наших контроллерах также есть вот на этом сайте. Могу показать. Информация о тех контроллерах, которые у нас сейчас выпускаются, о которых Мария рассказывала, как раз на этом ресурсе есть. Можно посмотреть. Отлично. Так. Ну, наверное, перейдем к следующему вопросу от Гончаренко Сергея Николаевича. Возможно ли работать с внешними устройствами, например, камеры для распознавания штриха и прочих кодов, по промышленному стандарту Ethernet IP? Это очень хороший вопрос. Я постараюсь на него подробно ответить. Сам себе KDCS поддерживает много, довольно много основных, наиболее распространенных на рынке промышленных протоколов. И среди них Ethernet IP есть. Но чтобы работать с этими протоколами на контроллере, требуется лицензия. Лицензия может приобрести производитель оборудования. Например, в состав наших контроллеров входит лицензия на протоколы MatBus, RTU-TCP, MasterSlave. И, кроме того, лицензия на IPC UA в режиме сервер. Лицензия на Ethernet IP в состав наших контроллеров не входит. Кроме того, есть вариант, когда конечный пользователь приобретает лицензию в магазине приложения KDC Store и активирует ее на контроллере. Но для этого контроллер должен поддерживать механизм активации лицензии. И наши контроллеры этот механизм пока что не поддерживают. И в следующей прошивке они его тоже не будут поддерживать. Но нам очень интересна эта тема. И версия KDC Sv3.5 SP18 планируется... Планируется добавление простого способа интеграции контейнера и лицензий в прошивку контроллера. Мы планируем к этому моменту возможность лицензирования каких-то внешних компонентов поддержать. Так что в данный момент такой возможности нет. Совершенно определенно, я могу сказать, она планируется. Но, наверное, не в следующем году. Наверное, все-таки в после следующем. Но, тем не менее, прямо сейчас мы можем вам показать, как это будет выглядеть. Потому что, несмотря на то, что лицензии нет, вы все равно можете полчаса работать с любым протоколом, использовать реальную лицензию. Я надеюсь, что сейчас Василий выведет демонстрацию моего экрана. И я постараюсь довольно быстро показать, как можно настроить обмен по протоколу Ethernet API. У нас есть модуль с таким протоколом. Создам я проект для SPK. Убираем из дерева проект ненужные интерфейсы. Нам будет достаточно Ethernet. Кстати, о чем бы надо было сказать. В первую очередь, потребуется через репозиторию устройства установить так называемый файл описания устройства, EDS-файл. Для каждого устройства Ethernet API такой файл производителю предоставляет. И это сделано заблаговременно. В компонент Ethernet добавляем Ethernet API, чтобы контроллер работал в режиме мастера, что, наверное, обычно используется. То есть мы выбираем Ethernet API сканер. И уже в него добавляем, собственно, наш модуль. Вот он, EIP-2060. Собственно, структура настройки похожа на MatBus, то есть в мастер и внутри мастера слоев. Теперь давайте мы это по-быстрому настроим. Установлю связь с контроллером. В Ethernet подключусь к интерфейсу. В сканере вообще, в принципе, ничего не надо настраивать. Достаточно, чтобы галочка по дефолту стояла об автоустановке соединения. Здесь я сниму галочки на проверку типа устройств, кода продукта и так далее. И укажу IP-адрес своего модуля. Вот такой у меня IP-адрес. И, как обычно, на флагке соотнищения входа в виду не забываем поставить галочку «Включить 2». Всегда в задательной клышине. Кстати, вот вы можете заметить, что это очень похоже на MatBus TCP с нашими шаблонами. Единственное, здесь, честно говоря, у каналов довольно непонятные названия. Поэтому пришлось бы смотреть документацию, за что каждый канал отвечает. Но, в целом, я помню и смогу пояснить, что там что. Так, Василий от ИЗГ злогинился из своего кабельчинска на МСПК. А, нет, извини. Зря опять Василия. Да, я наговариваю на Василия. Зря я наговорил на Василия. Это все было на моем ноутбуке. Да, действительно, один из важнейших людей, чтобы без него делать. Без которого ничего работать не будет. Да. Прошу прощения, Василий. Ничего, он у нас отходчивый. Загружаем проект. И сейчас, собственно, будет интересный момент. Опять-таки, связанный с лицензированием и с отсутствием лицензии. Вот мы видим, что у нас рядом с Ethernet-ом зеленый индикатор, а рядом с Ethernet IP-сканером и самим модулем оранжевый. Это как раз-таки означает, что лицензии нет. И, в принципе, мы это даже можем увидеть. Вот, лицензия отсутствует. ПВК запущен в демо-режиме. Демо-режим это полчаса. Но, чтобы проверить функционал, устраивает ли он вас, это довольно удобно. Значит, вот здесь есть два канала вывода. Первый из них это битовая маска выходов. Например, я изменяю значение первого выхода. И вот первый канал это, собственно, значение дискретных входов. У нас модуль с дискретными выходами, дискретными входами. И выходы заведены на входы. А вот этот канал, третий, это счетчик фронтов. При каждом переднем и заднем фронте он инкремитируется. Например, если я сейчас отключу дискретный выход, то мы увидим значение 19. Вот, мы прям довольно быстро поработали с протоколом Ethernet IP в демо-режиме. Как уже говорил, в последующем году мы надеемся, что у вас будет возможность привести лицензию и уже полноценно с этим протоколом работать на наших контроллерах. Возможно, в один вопрос, а не планируем мы ее сразу в состав прошивки включать, таких планов нет. У нас, честно говоря, не так часто появляются клиенты, которым интересен Ethernet IP, не так много таких запросов. Ну, давайте перейдем к следующим вопросам. Так, да, давайте перейдем. Следующий вопрос от Сишкевич Сергея Васильевича. Возможность подключения и анализ данных сторонних производителей на примере счетчиков PeterFlow с адаптером Ethernet, протокол Матбас ТСП. Ну, такая возможность, безусловно, есть. Наши контроллеры поддерживают Матбас ТСП. Что касается конкретного прибора, вам просто необходимо найти на него инструкцию. Например, можно набрать что-то типа PeterFlow MadBus TCP. Это прибор компании Термотроника, у которой достаточно хорошая инструкция. То есть сразу можно увидеть, какие функции поддерживает счетчик. Поддерживает расходомер, точнее. Вот. Дальше вы можете, например, найти текущее измерение. Наверное, они наиболее интересны. Пункт 4.4. И вы видите адреса регистров. Соответственно, вы все знаете, что в KDC вводить в Матбас ТСП. Ну, давайте сейчас вот опять покажем. Напомним, как все это происходит. Вы добавляете в узел Ethernet узел Матбас ТСП мастер. В него добавляете TCP слейв, стандартный TCP слейв. И в нем нужно создавать каналы опроса. Соответственно, вам нужно знать функцию. Как вот мы уже показали, в документации описано, что чтение поддерживается третьей чистовой функцией. Нужно указать адрес регистра и число считаемых регистров. Вот, например, тут мы видим это по оперативным параметрам. Здесь такое ощущение, что регистры последовательно размещены. То есть все вот эти текущие измерения можно считать одним запросом. Тут 31, 33 регистра. То есть, скорее всего, опять-таки, сложно прямо сейчас проверить, потому что у нас доступ к такому расходомеру нет. Но, скорее всего, для чтения оперативных параметров нужно будет указать начальный адрес 10500. И число считаемых регистров 33. Если тут вопрос, как я это определил, я посмотрел на последний адрес, 31. Перемены типа float, значит, реально это регистры 31, ну, 10531, 10532. И нумерация с нуля, значит, это вот все, 33 регистра. На вскидку я не вижу никаких разрывов в карте регистров. Другой вопрос, как массив вот этих переменных типа word преобразовать в перемены date time, double. Кстати, если, опять-таки, вы не понимаете, чему в QDC соответствует double, вам нужно найти в документе, где описывается тип. И, прочитав, вы поймете, что тип double в QDC соответствует типу Lreal. Это переменная с плавчей точкой 64-битная. Соответственно, вы можете воспользоваться библиотекой Owen Communication. В ней есть уже готовые блоки для преобразования, например, там, двух word of real, двух word of the word и так далее. Или функция swap data, которая позволяет просто любой набор данных превратить в любой набор данных. То есть, переложить, например, там, четыре перемены типа word в переменную типа Lreal. Ну, надеюсь, достаточно подробно этот вопрос ответил. Так, тогда перейдем к следующему от Сергея Борисовича Шамукаева. Первый вопрос. При добавлении в проект устройств по Modbus RTU без применения шаблонов приборов очень часто появляется ошибка адресации. Причем ошибка подсвечивается не на добавляемом приборе. Часто она появляется, например, на Owen RTC в разделе NTP. Не совсем понятно, какова логика и первая причина ошибок, и как ее можно избежать. Я думаю, что я понимаю, о чем говорит Сергей Борисович. Сейчас открою проект, в котором я постарался это воспроизвести поведение. Я думаю, нам понадобится же не компьютер. Да, я думаю, Василий сейчас сделает демонстрацию экрана. Надеюсь, это тот проект, в котором у меня эта ошибка повторится. Вот, смотрите, скорее всего, речь шла примерно о такой ошибке. В Modbus RTU там что-то там, адрес уже используется. Эта ошибка проявляется в тех случаях, когда вы, например, настраиваете какой-то компонент. Например, Modbus Slave или еще что-то. Попробую показать, где я это имитировал сейчас. Вот. И, например, у вас случайно там сбился курсор, там код прошел по клавиатуре, его случайно сюда нажали и что-то ввели. И вы видите, что в столбце адрес теперь это проявляется синяя буквы М. Это значит, что вы пытаетесь физические адреса, а ты адреса распределять вручную. В целом, в KDC нету ситуаций, по крайней мере, при работе с нашими контроллерами, когда это имеет смысл делать. Пользователю удобнее работать с переменными, а не с какими-то адресами. Поэтому, чтобы исключить эту ошибку, если вот она возникла, то 99%, что где-то вот у вас появилось значение буквы М, просто выделить эту ячейку, нажмите Backspace, нажмите Enter, и адрес автоматически пересчитается. То есть проблема в том, что у вас за счет вот этого, ручного указания адреса, вы могли случайно наложиться на адрес, который используется, например, в OVEN, там, RTC или еще где-то. Тут то же самое есть адреса. И поэтому, соответственно, вы видите ошибку не в приборе, который добавляете, а именно в RTC, потому что с точки зрения компилятора что-то не то, и, как бы, доступ к памяти, к доступу к одним тем же адресам осуществляется со стороны двух компонентов. Таким образом, можно этой ошибки избежать. Так, тогда перейдем к следующему вопросу. Да, к следующему вопросу от Сергея Борисовича. Опять-таки от Сергея Борисовича второй вопрос. При попытке обновить прошивку PLK 210.01, установленных на стендах обучения в лаборатории, контроллеры начали некорректно работать и терять связь с ПК. Пришлось прошивку откатить. Есть ли какие-то ограничения для прошивок? PLK были закуплены прямо на старте продаж. Прошивку меняли для устранения ошибок по первому вопросу в качестве эксперимента. Прошивка провела себя некорректно на двух приборах. Ну, тут бы я сходу не смогу ответить, потому что все-таки бы хотелось более подробно узнать, что именно происходит, в чем заключаются проблемы, как они проявляются. Поэтому с этим вопросом я рекомендую обратиться на нашу поддержку. Но, опять-таки, замечу, что, в принципе, для борьбы с той ошибкой, про которую упоминалось в первом опросе, не было смысла пытаться обновить прошивку. Это не ошибка прошивки, это ошибка некорректной настройки, случайного указания ручного АТ-адреса. Вот. Так. Ну, там был вопрос про ограничения. Ну, в целом, мы рекомендуем все-таки перепрошивать, если там между прошивками есть какие-то существенные изменения, например, изменилась версия КДЧС, мы рекомендуем перепрошивать контроллеры со сбросом настроек. Это первое. А второе, может быть, речь шла о PLK 210.04. Вот прямо на старте продаж там были выпущены очень ограниченная партия приборов, которую невозможно вот обычным образом перепрошить на прошивке с SP-16. Это надо делать через сервисный центр. Мы об этом, опять-таки, файл redmi.txt в архиве с прошивкой предупреждаем. Ну да. Так, перейдем к следующему. Так. От Чистилина Андрея Анатольевича он просит пример по ООП. Будет ли пример? К сожалению, примера про ООП не будет, просто я не очень понимаю, что именно бы хотелось увидеть в этом примере, что вам интересно и с какой позиции вы на это смотрите. То есть вы смотрите на это с позиции человека, который имел опыт разработки на ООП таких, ну, как говорится, в кровавом интерпризе, например, там на Java, на C++, на C Sharp и так далее. И вам интересно, как эти практики применить в KDC. Либо у вас пока достаточно такое размытое представление об ООП, и вам просто интересно было узнать, что это такое. Но тогда я все-таки рекомендую... В комментариях можно уточнить, если что. Можно, да, уточнить в комментариях, но в любом случае я рекомендую сначала ознакомиться вообще, что такое объектно-ориентированный подход. Информации в сети довольно много по этому поводу. Ну, в целом, да. Так что ничего... Я единственное, что могу сказать, просто вот с чем доводилось встречаться, некоторые пользователи думают, что объектно-ориентированный подход или ООП – это некий магический инструмент, который позволит, например, писать... Который очень быстро, например, позволит создать проекты или позволит создавать очень гибкие проекты, которые будет очень удобно переносить от контролера к контролеру, в разных задачах. Или это увеличит быстродействие программы контролера, то есть это рассматривается как некая магия. Но нет, это просто инструмент. Он может оказаться полезным. В некоторых случаях он скорее просто замедлит. В разработку вы потратите больше времени, и проект получится более сложным. Поэтому каждый раз нужно вообще оценивать, насколько это интересно в рамках вашей задачи. На мой личный взгляд, при разработке именно таких как бы типовых проектов, потребности в ООП особо нет. Она возникает у разработчиков библиотек. В частности, изначально, зачем вообще, наверное, разработчики КДСИС хотели ООП добавить в КДСИС и в стандарт МЭКа 61131.3, третью редакцию. Им было удобно это с точки зрения внутреннего инструмента для создания библиотек. Потому что понятно, если мы смотрим, например, визуализацию, там можно выделить очень много зависимостей, где имеет смысл наследование, полиморфизм и так далее. То же самое касается, например, стеков протоколов. И еще, что хотелось сказать. Надо очень четко понимать, что если все-таки вы хотите использовать объектно-ориентированный подход, то в этом случае разработка начинается с дискодирования. Сначала вы должны пройти стадию проектирования, то есть несколько дней. Если это сложный проект, то может быть несколько дней. Неделя вы будете сидеть и не программировать. Вы будете строить логию, строить архитектуру своего приложения в каком-то UML-редакторе или на листочке, неважно, где это вы делаете. Лучше, конечно, в редакторе каком-то графическом. Вы будете рисовать связи между блоками, чтобы определить, что будет и чего наследоваться, где будет удобнее и корректнее использовать наследование, где композицию и так далее. Если вы не привыкли к этому, если вам это не очень интересно, то, наверное, объектно-ориентированный подход вам не совсем подойдет в ваших задачах, потому что, когда вы пытаетесь писать с использованием ООП просто в лоб, то есть просто садитесь, открываете текст в редакторе, начинаете набирать код, то, скорее всего, это приведет к негативным последствиям. Скорее всего, вы потратите очень много времени, больше, чем вы потратили бы на классический процедурный стиль. И, скорее всего, вам будет сложнее, вам или кому-то еще будет сложнее поддерживать этот код и как-то дорабатывать его. Это то, что следует понимать, если мы говорим про ООП. Кирилл тут комментирует часть, что ты просто не хочешь показывать про ООП и отмазываешься третьим вебинаром. Я, кстати, не первый раз слышу примерно такую формулировку. Мне некоторые коллеги, наши, примерно, тоже самое говорили, но это совершенно не так. Там другая история, на самом деле. Я даже когда-то проводил внутреннее обучение про ООП. Проблема в том, чтобы про это рассказывать, это нужно рассказывать на каком-то конкретном примере, чтобы показать, какие преимущества это дает. Если мы рассматриваем простой пример, то преимущества неочевидны. Любой человек вам посмотрит и скажет, но я же просто сделаю это на функциональном блоке. Ну, зачем мне наследование? Я могу просто добавить еще там перечисление и в зависимости от значения вот этого нового входа ту или иную логику в кейсе выполнять. Зачем мне наследование? Поэтому, а если показывать очень сложный пример, реалистичный пример, например, вот наши шаблоны. Они созданы с фольем объектно-ориентированного подхода. Например, наш архиватор. Но это тысячи строк-кода. Это там дещатки отдельных блоков и связи между ними. И то есть это нужен какой-то просто по сути отдельный курс. Там 20 видео, 30 видео. Поэтому создание его довольно трудоемкое. Поэтому основная проблема в том, что не очень понятно, как придумать такой пример, на котором он был бы не суперсложный, но при этом на нем бы реально преимущества ООП были бы заметны. То есть если вы знаете такой пример, если вы уже когда-то об этом задумались, напишите мне на почту, мы истальше все это обсудим. Тут, кстати, Олег Маушев комментирует то, что... Привет, Олег! Согласен с тобой, ООП нужен ряду пользователей при проектировании сложных архитектур. Ну вот. Очень приятно, что Олег со мной согласен. Я бы расстроился, если бы... Я бы тогда начал в себе сомневаться, если бы это казалось не так. Олегу я доверяю больше, чем себе. Так, тут еще следующий вопрос. Подключение терморегуляторов к компьютеру для выставки значений и логирования. Я не очень понимаю, какой это вопрос имеет отношение к ADC-35, честно говоря. Может быть, стоит в комментариях написать и более... Ну да, если вы сейчас в чате напишите, что именно вы имели в виду, я не очень понимаю, что с точки зрения ADC-35 я могу про это рассказать. Так, вопрос от Кузьмина Максима Анатольевич. Прошу показать алгоритм действий при считывании исходного файла из памяти PLK-110, если программисты оставили исходный файл в памяти контроллера для внесения изменений. Этот вопрос не касается ADC-35, но раз уже зашла речь, то, мне кажется, не совсем корректно как бы отбрасывать его. Как раз, собственно, наша задача ответить на ваш вопрос. Поэтому давайте на время перейдем в ADC-23, заодно вспомним, как выглядит. Это нам в дальнейшем, кстати, будет даже полезным. Я создам проект для контроллера, который у меня есть на стенде. Это PLK-110-32-M02. Давайте я совсем какую-то простую программу напишу, просто там инкремент. Да, Кирилл тут комментирует, что можно как-нибудь Олега Маушева позвать в качестве эксперта на один из наших вебинаров. Было бы, по-моему, неплохо. Это был бы очень интересный вебинар. Я думаю, с Олегом было бы гораздо интереснее. Гараздо интереснее было бы за эти вопросы Олегу, чем мне. Так, смотрите, я загрузил в контроллер простой проект. Запускаю его, создам загрузочное приложение. И загружу исходники. Чтобы это сделать, необходимо в меню онлайн выбрать команду загрузки исходных текстов. И вот файл SourceData был в контроллер загружен. Теперь, предположим, вот мы на месте человека, который из этого контроллера хочет исходники выкачать. Закрою этот проект, даже не буду его сохранять. Нажимаем создать проект. Нет, неправильно я говорю. Нажимаем файл «Открыть проект». И вот внизу выбираем такую вот команду «Открыть проект с ПЛК». Нажимаем ПЛК. Выбираем нужный нам нужный нам таргет файл. Вот таргет файл мы должны узнать. Нажимаем ОК. Выбираем нужный нам контроллер, указываем его IP-адрес. Нажимаем ОК. После этого происходит выгрузка файла из контроллера и открытие этого проекта. Вот мы видим тот код, который я загрузил, вот мы его открыли. Вот так происходит выгрузка файлов в KDCS 2.3. Собственно, в 3.5 все примерно то же самое. Там есть команда загрузка исходного кода и выгрузка исходного кода. Они работают по сути точно так же. Давайте к следующему вопросу перейдем. Да, давайте. Следующий вопрос от Тимшина Алексея Александровича. Кода СИС 3.5. Имеется возможность добавить модем PM-01. Но реальных примеров взаимодействия, то есть это отправка SMS, звонки, получение ответа от модема об успешной выполнении задачи в интернете немного. Прошу вас уделить этому внимание. Спасибо. Ну, немного обидно было, потому что про отправку SMS у нас есть целый отдельный видеоролик. Я надеюсь, Василий сейчас ссылку на него отправит в чат. Кроме того, и есть документация на компонент. Есть конкретный пример работы с SMS и GPRS. И, кстати, про GPRS мы тоже относительно недавно видео выложили. Так что вот в этом контексте, мне кажется, примеров у нас достаточно. Что касается звонков. Наш компонент модем действительно не поддерживает звонки, то есть протокол CSD. Ну, надо сказать, что этот протокол уходит уже. Его время заканчивается, и более того, оно начало заканчиваться давно. И операторов все больше и больше желания от него отказаться. И более того, если опять говорить про наш модем PM01, в начале следующего года мы перейдем на другой чип, потому что поддержка чипа SC800 и GSM модуля SC800 заканчивается. В новом чипе он будет совершенно аналогичен текущему чипу от того же производителя. Все один к одному, но там уже поддержки CSD не будет. Ну, востребованности в нем, потому что довольно мало. Все переходят на GPRS. по поводу получения ответа от модема об успешно выполненной задаче. Я не очень понимаю, о чем речь. Может быть, речь идет о получении подтверждения того, что SMS была доставлена получателем. Мы прорабатывали этот вопрос, но, скажем так, трудоемкость, она крайне велика. Дело в том, что у нас, по сути, контроллер с модемом работает как мастер. То есть он циклическо отправляет ему АТ-команда. Если же мы вот, и при этом, когда мы инициализируем модем, мы как раз запрещаем прием вот сообщений об успешной доставке. Потому что, если бы она пришла, она приходит в заранее неизвестный момент времени, и более того, это сообщение может прийти не сразу, например, через сутки, в зависимости от того, какие проблемы со связью и так далее. И оно приходит в неожиданный момент времени и рушит всю машину состояния компонента, потому что получается, что контроллер может что-то запрашивать, модем начинает отвечать, не дожидачь ответа, возвращая вот это подтверждение получения, и на шине просто хаос начинается. Некоторые модемы имеют память отдельную для хранения вот этих отчетов о доставке, но в принципе все промышленные модемы, которые смотрели, у них такого возможности нет. Поэтому в итоге мы проработали возможность поддержки этого функционала и отказались. И на самом деле, по-моему, вот этот отчет о получении, он не особо... То есть оператор мог действительно получить смс, но не факт, что он ее прочитал, может у него просто телефон в куртке лежит, а он там куда-то ушел. Поэтому все-таки наиболее корректное подтверждение, это если оператор пришлет какую-то смс, и вот это вы уже в контроллере увидите, что какой-то ответ пришел человек, что он там сквитировал аварию и так далее. Так, давайте к следующему вопросу от Чернышова Валерия Александровича. Работа по МОДБАС или РТУ, я так предполагаю, тут написано РУ, для новичков, опрос МК110, 4К4Р и работа с его выходами. Вот по этой теме у нас множество материалов, у нас, по-моему, даже несколько видео по работе с нашими модулями через шаблоны, и давайте еще один раз покажем, просто чтобы вот те, кто, может быть, этого раньше не видел, оценили, насколько это просто и удобно. вот у меня открыт шаблон проекта, мне нужно один интерфейс удалить, точнее, удалить все ненужный интерфейс, оставлю только один 475 интерфейс. Скорость у нас 9600, Мария, да? Наверное, надо в сетевых уточнить. Да, посмотрим в нашем вот демо-проекте, который мы создавали. Ну, в первом 485.2.1. Компонент, ага. Да, скорость 9600, 8.1. Так, и адрес у этого модуля 10. У нас это модуль РК. Нас просили с несколько другим модулям показать, но у этого модуля тоже дискретные выходы, раньше особо нет. Да, только ты не забудь отключиться там в другом проекте. Да, конечно, я остановлю этот проект. Добавляем MatBus Master. И добавляем шаблон нужного на модуле. У нас вот все же вверх шаблонов они так удобно разбиты на папке. У нас подключен модуль 8РК. При этом есть еще шаблон отдельный для ШИМ, но мы будем управлять в режиме битовой маски. Значит, в MatBus Master достаточно установить галочку автоперезапуск, чтобы при потере связи контроллер пробовал ее установить. В настройках шаблона достаточно указать только адрес модуля. Теперь действительно я отключаюсь из своего первого проекта и загружаю эту программу, которую мы только что создали. Соответственно, вкладкой соотнесения входов-выходов можно было бы привязать переменные к битовой маске. Но давайте просто не будем ничего привязывать, будем в режиме отладки значение каналов менять. Загружаем наш проект. Евгений грустит, когда вы не следите за нашими видео. Да, мы все грустим. Между прочим, у Евгения есть свой канал Codesys1Love. Я его, пожалуй, прорекламирую. Я периодически туда захожу и частенько он выпускает новые видео именно по Codesys3.5. Я вам очень рекомендую на него подписаться. Codesys1Love. Спасибо за такую рекламу неожиданную. Так, у меня на самом деле какая-то ошибка возникла при загрузке проекта. Я пока не готов сказать. Давайте мы попробуем загрузить наш старый демо проект и потом выполнить брос заводской. Так, я, пожалуй, пока отвечу на один вопрос. Где посмотреть, какие чипы флешак поддерживает ваш ПЛК? То есть, я так понимаю, что это при работе с флеш-накопителем вопрос. Насколько я помню, вопрос про флешки у нас обсуждался в документе по частым вопросам плюс по архивации. Сейчас я немного отвлекусь. Василий, у нас, по-моему, опять проблема с сетью. И до ПЛК что-то я достучаться не могу. Ну, давай. Ты можешь попробовать розетки переключить, например? А мы пока, может быть, посмотрим. Вот еще вопросик. Давайте к этому вопросу мы еще вернемся. Про накопители я хотел бы чуть больше сказать, потому что этот вопрос, на самом деле, и по почте нам тоже приходил такой. Что касается накопителей, у нас есть требования к накопителям. Это файловая система F32, не более одного раздела на накопителе, стиль таблицы разделов МБР. По опыту мы использовали проверенных фендеров, то есть, например, Transcend, Kingston, Smartbuy использовали в прошлом году, с ними проблем не было. Проблемы мы наблюдали, например, с NoName накопителями, которые непонятно кем произведены. Вот то, что видели там, условно говоря, за последний код, две проблемы, как они проявляются. Один из накопителей требует слишком большого питания, который контролер просто не в состоянии обеспечить. Мы подключали его через USB-хаб с внешним активным питанием. Второй накопитель, он просто очень медленный. То есть, там все таймауты срабатывают, и контролер считает, что флешка не подключена, потому что слишком она медленно отвечает на запрос. Проблю сканировать сеть. Да. Может, перезагрузить его просто? Может быть. Пока на другие вопросы отвечаем, мы запомним этот вопрос. Планируется ли обучение вебинара по SoftMotion? Конкретно обучения, наверное, нет. Может быть, какие-то видеоролики? Нет, мы про это уже говорили, у нас технология SoftMotion не поддержана в данный момент на наших контроллерах, поэтому, соответственно, никаких вебинаров и видео не планируется. В течение следующего года у нас точно не появится таких устройств, но тема для нас интересна, и если мы когда-нибудь придем к ее поддержке, то, безусловно, в этот момент весь контент, видео и, наверное, обучающий курс и документация, примеры у нас, конечно, будут по этой теме. Про ST мы хоть немножко говорили, но все равно тут составить, просьба составить списочек приемов по работе с преобразованием типов данных на уровне байт в памяти, переставить байт, собрать из них флот и т.д. и также справочных приемов того, как можно на лету присвоить значение массива в структуре целиком, как в ее объявлении константы, не заполняя структуру по полям. У нас, наверное, даже где-то это фрагментами документации есть, но чтобы это собрать в одном каком-то таком руководстве небольшом, наверное, такого действительно нет. И эта тема кажется интересной. И этот вопрос как раз задал электрошаман ЦСЦС, наверное, мы в свое время с ним свяжемся и обсудим уже какие конкретные примеры были бы интересны и преобразование данных из каких форматов в какие. Потому что действительно по сути все, чем вы занимаетесь при разработке приложения ПЛК, это вы так или иначе работаете с памятью, перекладываете данные из одной области в другую. Есть ли возможность обновить прошивку на ПЛК через EXEC ПЛК как-нибудь? Так, а можно показать вопрос? Вот, Александр Судалин. Есть ли возможность обновить прошивку на ПЛК через EXEC ПЛК как-нибудь? Я не очень понимаю, что вы называете EXEC, типа библиотеку СМПСС и EXEC, а какой, какой сценарий? Ну, может быть, уточнят в комментариях. Может быть, уточнят, я пока не очень понимаю вопрос. А мы сейчас на вопросы с чата отвечаем, да? Пока, да, с чата снова, потому что здесь, возможно, будут какие-то примеры работы с ПЛК, пока он у нас подгружается, поэтому я... Так, у нас, кстати, давайте мы вернемся к этому вопросу все-таки. Вроде у нас с этим все наладили. Василий, я надеюсь, сейчас... Так, я хочу напомнить, если вы смотрите наш вебинар в записи, то, пожалуйста, оставляйте комментарии под этим видео. И также, если вы смотрите вебинар с нашего сайта Oven.ru, в правом нижнем углу есть кнопочка YouTube, необходимо на нее нажать, чтобы перейти на канал YouTube и участвовать в чате. Обязательно зайдите через свой Google-аккаунт на YouTube. Тогда можете задавать вопросы. Василий, включи право демонстрации моего экрана. Мы все-таки проблему с этим решили. Вот я загрузил проект, который я до этого создавал. Вот мы видим, что все зеленое, обмен есть. Соответственно, мы находим канал маски выходов и можем, например, записать единичку. Если Василий сейчас стенд отобразит где-нибудь там в углу экрана, вот мы можем увидеть, что лампочка включилась. И так вот я сейчас сделаю и ее отключу. Ну, соответственно, в реальной жизни вот вы бы перемену типа бул сюда привязали в столбце соотнесения, точнее, в столбце переменная и ее бы в программе изменяли, чтобы управлять дискретными выходами. Так что настраивать обмен с нашими шаблонами, с нашими модулями, с нашими устройствами, для которых есть шаблоны, это очень просто и удобно. Давай мы вернемся все-таки к вопросам с почтой. Да, давайте. Так, про модбас я ответил, Женя, точнее, ответил. Дальше вопрос от Шандакового Числава Алексеевича. На контроллер Ховен возможно использовать кодосит софтмошен, но это, по-моему, вопрос этот был. Для прямого управления с сервоприводами по протоколам CAN Open или EtherCAD. Есть ли обучающий пример на эту тему? Как интересно, что у нас довольно много запросов про софтмошен. Это необычно, это неожиданно. Идет, наверное, но это и в любом случае очень интересно. И я в дополнение вот что скажу. Что касается EtherCAD, как уже говорила Мария, в следующем году мы планируем выпуск ПЛК-240 с поддержкой протокола EtherCAD и с сервопривод с EtherCAD вы сможете к ПЛК-240 подключить. Канопин мы планировать не поддерживаем. Канопин мы поддерживать не планируем. Хорошо. Что касается софтмошен, еще одна ремарка. Как я уже говорил, прямо в данный момент у нас каких-то планов по нему четких нет. Но как только появится возможность лицензирования дополнительных компонентов, вы точно так же сможете в KDC-100 купить лицензию на софтмошен лайт или на обычный софтмошен и использовать ее на наших контроллерах. Если, разумеется, это будет, если это будет в рамках конкретно вашей задачи, это будет соответствовать вашим требованиям по быстродействию, точность позиционирования и так далее. Так, следующий вопрос от Хабалова Романа Леонидовича. Здравствуйте, я хотел спросить, новая версия системы будет совместима с ПЛК-100 220? Нет, мы не планируем для ПЛК-100 выпускать КДС-3.5 и я сильно сомневаюсь, что это, в принципе, возможно сделать. Аппаратные ресурсы, ну, все-таки, прошло больше 15 лет с момента выпуска ПЛК-100, и аппаратные ресурсы, которые в то время были достаточными для современных систем исполнения кажутся довольно забавными. Так что, с точки зрения ПЛК-100, ПЛК-110 и всех устройств программирования в КДС-2.3, они так и будут в версии 2.3 программироваться. У нас по-прежнему проходят курсы по КДС-2.3, у нас ПЛК-110 на многих курсах используется, это там базовый курс, продвинутый, поэтому вы по-прежнему можете записываться на эти курсы. Чуть позже мы, возможно, опять-таки выведем наш сайт, но пока продолжим с вопросами. Итак, мы подобрались к вопросам от электрошамана. Евгений очень ждал, что мы перейдем к этим вопросам. Первый вопрос приема работы с сетевыми переменами и связь между разными ПЛК либо СПК в КДС-3.3.3. Да, это хороший вопрос, мы довольно регулярно его получаем. Бывают ситуации, когда в рамках системы управления используются сразу несколько наших контроллеров программировав КДС-3.5 и возникает вопрос, как передавать между ними данными. Разумеется, мы это можем делать через MadBus TCP, настроить один контроллер как слейв, другой как мастер, или они могут одновременно быть мастерами и слейвами. Но в целом это довольно трудоемко и требует лишних усилий. Есть более простые способы, и вот я бы сейчас хотел один из этих способов показать. Этот способ называется использование сетевых переменах. Самое удобное, что в версии КДС-3 можно в рамках одного проекта добавить сразу несколько контроллеров, и это еще больше упрощает настройку обмена. Так, я только сейчас заметил, что у нас почему-то в СПК не было задачи MindTask и не было программы. Да. Давайте мы все-таки добавим. Так, напоминаю, что тут в вопросе как твой канал называется. Канал называется CodeSysOneLab. Ну, я сразу должен сказать, что там очень низкое качество с точки зрения ну, в целом там очень много полезной информации. Может быть, но это все чисто какой-то DIY, то есть не рассматривать это как какой-то официальный ресурс, и качество видео нашего учебного центра гораздо выше. Я думаю, Василию сейчас будет очень приятно. Василий покраснел. Вот, вы этого не видите, но, видимо, так, окей, давайте тогда настроим обмен между нашими ПЛК и СПК, которые есть на нашем стенде. Пусть у нас СПК будет устройством, которое предоставляет данные. Я объявлю, я добавлю, в проект, компонент, список сетевых переменных, отправитель. Тип сети UDP, тут вариантов нету. Идентификатор списка оставим по умолчанию один. Так, я немного задумался, потому что я сейчас подумал, что у нас, возможно, контроллер находится в разных сетях. У нас контроллер находится в разных сетях. Ты не помнишь? Нет, они находятся, почему, в одной сети. ПЛК СПК? У нас ПЛК не здесь. А, подожди, шлюз какой у нас? А, нет, все, тогда все нормально. Так, извините за заминку. Добавляем компонента список сетевых переменных отправитель. Убираем тип сети UDP, тут вариантов нету. В установках указываем широковещательный адрес, то есть, в нашей сети такой адрес это 10 2, 255, 255. Дальше мы можем выбрать режим передачи, это циклическая передача по изменению или по событию. Ну, давайте, сам простой вариант циклическая. Кроме того, можно настроить подтверждение и передачу контрольной суммы, чтобы повысить надежность обмена. Добавляем, это просто список глобальных переменок, мы здесь можем объявить какие-то перемены, например, давайте объявим перемену типа int, назовем ее from SPK to PLC. В проекте PLK мы добавляем уже список сивых переменных получатель и просто вот указываем, что мы импортируем этот список из программы нашего SPK. Вот нажимаем, видим ту же самую переменную. В принципе, больше ничего настраивать не надо, осталось загрузить проект в контроллер. Для начала я загружу, наверное, проект в PLK как раз у меня он в данный момент активный. Тут прикольный комментарий, можно прикрутить донаты на стримы Жени и собирать деньги, например, по ООП. По-моему, неплохая идея. Жень, задумайся. Я думаю, мы с радостью без донатов что-то выпустим про ООП, только сначала понять, что именно хотят пользователи. Пока, к сожалению, этого понимания нет. Так, проект для PLK я загрузил, теперь загружаем проект для SPK. Вот, кстати, в сервере очень удобно переключать контроллеры в проекте, сверху есть выпадающий список. А в 14-й версии такого не было, да, по-моему? По-моему, не было. Там надо было вот про кнопку на аппликашн установить, ну, ты понимаешь, о чем речь. Да, мы сейчас про это на курсах рассказываем, и приходится постоянно переключаться. Ну, классно, что в будущем это все будет легче. Пока загружаюсь, коротко, в чем речь. Сетевые переменные используют протокол UDP, используют широковещательная рассылка, то есть несколько контроллеров могут получать, так, я забыл вызов программ PLCPRG, добавить задачу MindTask, потому что, к сожалению, сложно внимание сосредотачивать одновременно, когда говорю и что-то делаю. чтевые переменные используют протокол UDP, данные передаются широковещательными пакетами, поэтому, соответственно, несколько контроллеров могут получать данные от одного и того же источника, и это довольно удобно. Вот, мы запустили проект, давайте мы что-нибудь присвоим нашей переменной типа int, например, 123, теперь мы переходим в проект PLK, и уже в нем открываем этот же список, и мы видим, что перемена имеет то же самое значение. Таким образом, это было очень легко, не надо разбираться с настройками регистров, как в матбасе, с преобразованием данных, просто те переменные, которые в этом списке на SPK, они же и в программе PLK вы их точно так же можете использовать. Кроме того, здесь есть ряд структур для диагностики, к сожалению, они не документированы, но в принципе по некоторым из них можно интуитивно догадаться, что они означают, например, вот мы видим число пакетов отправленных, видим, что ошибки нету в данный момент, ну и так далее. Это что касается чтивых переменах и настройки обмена между контроллерами, которые программируются в KDCIS 3.5. Кстати, по подобной технологии можно настроить связь между PLK, которая программируется в KDCIS 2.3 и 3.5. Например, если у вас системе есть PLK 110, то опять необязательно использовать MadBus Master. У нас есть отдельная документная тема, так что вся документация доступна на нашем сайте, примеры тоже доступны. Давай к следующему вопросу, Мария. Да, тут тебе кидают уже респект и пишут, что Iridium прямо сейчас похожее сделал. Ну, приятно слышите, Iridium это известная система, которая пользуется успехом в умных домах. Так, следующий вопрос также от ElectroSaman вопрос нестандартных устройств по нестандартным протоколам. Да, мы уже говорили о библиотеке OnInventor Protocols, это что касается нестандартных устройств. Кроме того, если прям совсем нестандартное устройство, и мы его не поддержали, опять-таки, как Кирилл в чате писал, можно организовать обмен с помощью библиотеки DCIS или с помощью библиотеки OnCommunication, который уже включает в себя удобные блоки для реализации нестандартных протоколов. Так, базовые приемы ускорения опроса модулей I.O. по Modbus OCL Syscom. Тут, может быть, вопрос не совсем понятно для слушателей симулирован, но я примерно понимаю, о чем шла речь. Что касается скорости опроса. Разные варианты опроса, они так или иначе делают опрос более быстрым или более медленным. Например, вот шаблоны, которые мы рассматривали, это, безусловно, очень удобный способ опроса, но, наверное, самый ресурсоемкий, потому что опрашиваются все параметры, которые добавлены в шаблоне. Возможно, часть из них вам не нужна. Кроме того, внутрь шаблонов заложена еще некоторая логика, например, преобразование данных и так далее. Так что рассматривать их как средство ускорения опроса определенно не стоит. Стандартный Modbus Slave с групповыми опросами с только теми данными, которые вам нужны, будет работать быстрее. Кроме того, вы можете использовать библиотеку Oven Communication, которая предоставляет прямой контроль на уровне запросов и с ее помощью в принципе можно тоже реализовать довольно быстрый опрос, но надо сказать, что при разработке Oven Communication мы не ставили цель сделать инструмент ускорения обмена. Мы сделали цель ставить удобный инструмент. Что касается ускорения обмена, сам простой способ ускорения обмена, где вам нужны какие-то милищикундные тайминги, это вот ПВК-240, протоколы Заркады, это протоколы реального времени, о котором говорил Мария, все проблемы с быстродействием, с передовым опросом в этот момент сразу автоматически отпадут. Еще один вариант, про который я говорил, про который как раз забыл сказать и про который упоминал Электрошаман в вопросе, это низковую систему библиотеки, например, ЧСКОМ, в них уже вызовы происходят синхронно, то есть это, наверное, самый быстрый способ, самый быстрый вариант реализации обмена, но с другой стороны вся остальная логика будет выполняться медленнее, потому что в данном случае обмен будет ее блокировать. Наверное, основное, что стоит сказать, что у каждого способа опроса есть те или иные преимущества и недостатки, поэтому нужно каждый раз продумывать, что для вас в данном случае критично. Еще здесь вопрос, который не озвучен, но который на словах нам был отправлен в дополнение к этому вопросу, это... Просьба рассказать про опрос по триггеру. Да, давайте. Я надеюсь, Василий опять сейчас сделает демонстрирование моего экрана. Если мы говорим про стандартный слоев... Если мы говорим про стандартный компонент слоев, где вы настраиваете опрос вручную, то когда вы добавляете канал, у вас есть несколько вариантов триггера. По сути, это режим опроса. Самый простой нефть циклически, когда с заданной периодичностью контроллер отправляет запросы. Тут надо обратить внимание, что вот это значение, которое вы задаете, это не реальный период цикла, это желаемый период цикла. То есть вы легко можете написать программу, когда у опроса всех устройств в 100 минут не уложится, соответственно, контроллер будет опросить более медленно, и это скорее ваше желание. В некоторых случаях оно с реальностью не совпадет. Еще есть варианты передний фронт и приложение. Давайте я вот более подробно расскажу про передний фронт. Это как раз те случаи, когда вам нужно что-то сделать по команде. Не циклически записывать, а только вот по какому-то событию, например, по кнопке визуализации, по команде с другого устройства и так далее. Когда вы создаете такой канал, у вас на вкладке соотнесения входов-выходов помимо самого канала есть вот триггерная переменная, которая имеет тип бит, и сюда можно привязать переменную типа булл. По ее переднему фронту будет однократно отправлен вот этот запрос. Здесь еще есть режим приложения. Это плюс-минус то же самое, что по переднему фронту, только в данном случае только в данном случае у вас чуть больше контроля и чуть больше информации о том, что произошло с запросом. Я, наверное, сейчас не буду конкретно пример показывать, потому что это больше времени займет, чем хотелось бы. Просто коротко на словах озвучу. Вы выбираете вот такой режим для данного канала и вы видите, что у вас вот есть самый левый столбец в столбце MadBus Live в столбце каналов. Это идентификатор канала. Он как раз потребуется при работе с каналами типа приложения. Дальше, в библиотеке EO DRV MadBus вы видите, что есть функциональный блок MadBus Channel. Соответственно, вы на вход Slave передаете сам функциональный блок Slave, то есть просто вот это имя из дерева проекта копируете и передаете на FOD Slave. На FOD и Channel Index вы передаете номер канала, то есть 0,1 и так далее. а X Execute соответственно по переднему фронту на фоне X Execute у вас вот однократно будет этот канал обработан. Плюс у вас есть выходы то есть X-Base то, что канал находится в обработке X-Done то, что запись успешно или чтение успешно завершено и X-Error если произошла какая-то ошибка и рядом код ошибки. По сути, это то же самое по команде выполнение запросов только такое может быть более сложное в настройке но более удобное с точки зрения детализированности информации, которая у вас есть о запросе и о результате его выполнения. Так, переходим тогда на следующий вопрос. Давай, Мария, мы сделаем паузу и в чат. Да, давайте к чату. Я тоже выделила для себя вопросики. Что так было бы интересно посмотреть пример проектирования архитектуры с применением графических редакторов и методологии ОМЛ. Это действительно интересный вопрос но я думаю в интернете достаточно вопрос по проектированию архитектуры и созданию UML-диаграмм это никоим образом не является спецификой QDCIS это практически в большинстве мейнстримных языков программирования в крупных проектах как или иначе это используется я думаю информации по поводу создания архитектуры очень много вопрос интересный требует ли архитектура приложения для ПЛК какой-то специфики это интересный вопрос и по этому поводу можно пообщаться подискутировать но в целом я думаю начать стоит с того что изучить информацию которая есть уже для известных языков типа C++ Java и так далее будет ли обсуждение реальных проектов в QDCIS ну в целом я думаю у нас во-первых на сайте по-моему приводятся реальные объекты где у нас используются такие наши устройства Василий давай ты сделаешь опять демонстрацию экрана вот например если мы открываем ПЛК-210 и открываем вкладку проектов вот мы видим проекты наших реальных пользователей например вчера был проект Вячеслава Лапшина выложен не вчера вернее на днях по поводу автоматизации ЦТП в многоэтажном здании в 55 этажном жилом доме кстати он тут даже у нас вопрос спросил какие-то вопросы есть очень интересный пример с маркировкой молочной продукции к нам летом обращались представители компании Ростагар Комплекс чтобы понять как это будет оптимально сделать это очень интересный проект здесь использована и работа с базой данных и передача файлов по ФТП и реализация нестандартных протоколов это действительно был очень интересный для нас проект ну и можем посмотреть другие примеры сейчас не очень много честно говоря потому что контроллеры не так много наверное больше наверное по СПК по СПК да по СПК конечно вот если мы посмотрим то примеров гораздо больше и может быть я еще не до конца вопрос понимаю типа что значит обсудить реальные проекты в каком ключе их обсудить но они безусловно есть вы можете найти информацию о них на нашем сайте по СПК уже вот 17 страниц проектов так наверное перейдем к следующему вопросу посоветуйте пожалуйста базовую литературу по данному предмету это первый вопрос есть ли какая-то литература тут вопрос по какому предмету про КДСС-35 я так понимаю по КДСС-35 в целом я даже вот находила книжки по СТ вот они в принципе есть в продаже но конкретного автора может быть ты подскажешь да я наверное могу подсказать ну во-первых хорошая точка фода это shell.kdss.com это онлайн справка КДСС я надеюсь Василий сейчас сейчас бросит эту ссылку здесь но здесь именно справочная информация это именно справочный материал то есть как вот как там начать создать программу ну там есть отдельная глава но наверное это не самое удобное удобнее когда уже иметь некую некие базовые знания Мария проводит курсы по КДСС-35 поэтому это довольно удобная точка входа да если вы хотите прям приехать поработать с прибором как и по СПК так и по ПЛК-210 у нас есть курсы по СПК даже два курса это базовый курс по программированию КДСС-35 и второй курс это курс по визуализации отдельно вот так же пожалуйста приезжайте на курс ну и вопрос сейчас Мария можно я продолжу по поводу литературы две книги которые я могу назвать в принципе по-моему единственная книга которая знаю на русском это Игорь Петров программируемые контроллеры может быть у нас где-то здесь есть шкафу вот точно давай покажем очень удобно наконец-то эти книжки пригодились это видео стоят в смысле пригодились я думал что их читаешь нет я имею ввиду что они тут стоят и участвуют в наших видеороликах Игорь Петров это директор компании ПК Пролог которая является официальным дистрибьютором КДСС России это один из основных наверное даже основной популяризатор КДСС в России он написал в свое время совершенно замечательную книгу программируемые контроллеры стандарты языки программирования она посвящена в большей степени КДСС 2.3 то есть информация которая в ней приведена она все-таки консенсирована на 2.3 про ОПЭТом например ничего нет и она написана очень понятным очень доступным хорошим языком и в ней есть очень много интересного и более того когда я например уже довольно неплохо КДССы разбирался мне было интересно перечитывать отдельные главы и находить интересные моменты которые не бросаются в глаза в первый момент то есть это действительно очень хороший учебный материал в том числе языки которые мы например на курсах не рассматриваем здесь тоже приводится пример там работа с языками СФСи ЛД с ними мы вот пока не работаем но примерчики здесь есть Вторая книга о которой я помню вторая и последняя это Сергей Романов книга называется Изучаем язык СТ Structured Text Сергей один из наших клиентов у него свой YouTube канал он выкладывает видео тоже о КДСС 3 и не только книга посвящена только языку СТ она содержит довольно много интересного материала она содержит взгляд Сергея который имел опыт до того как работал в КДСС за него он пришел как раз и зайти то есть у него очень интересный подход в принципе это довольно интересная книга которую я бы тоже наверное рекомендовал ознакомиться если у вас такая возможность есть в свое время я тоже ее прочитал в общем и Сергею даже какое-то количество комментариев оставил по-моему что-то даже было там в следующих изданиях учтено вот с точки зрения того что в принципе у нас мало литературы по программированию контролев на русском эта книга по-моему один из немногих таких представителей еще наверное можно вспомнить Олега Шоу который как раз сотрудничает с нашим учебным центром здесь по-моему тоже его книжка есть да? да, наверное здесь тоже есть его книжки да вот еще одна книга поближе покажем в камеру могу ошибаться но скорее всего она тоже в большей степени акцентирована на КДСС 2.3 к сожалению по 3.5 вот именно такой литературный на русском такой вот официальный который можно провести в бумажном или хотя бы электронном виде приходите на курсы ее почти нет а приходите к Мари обучаться так ну и пожалуй давай к другому вопросу а также требуется ли калибровка датчиков давления температуры и влажности если да каким прибором спасибо по-моему этот вопрос вообще никак не относится к ДСС 3.5 я думаю вам это лучше вопрос дать тебе поддержку сейчас я не смогу ответить так вопрос по памяти retain возможно только от начала адресов по порядку или любых и включен ли он по умолчанию я вопрос не очень понимаю что касается адресов я уже говорил что пользователь вообще не надо ни про какие адреса ничего знать пользователь работает с переменами что касается retain переменных чтобы ее объявить вы просто в области объявления вводите ключевые слова в retain и все переменные которые будут в этой области объявлены даже можно shift f2 зажать и там будет галочка retain можно таким да или когда вы через это ассистент объявления ну не так конечно shift f2 ну там да вот тут вы тоже можете поставить галочку retain или галочку persistent persistent это тоже на организащимые переменные кстати я думаю можешь уточнить чем они отличаются да давай уточним в чем разница между retain и persistent это может быть кому-то интересно на организащимые переменные после загрузки нового проекта они инициализируются persistent переменные позволяют даже при загрузке новой версии проекта сохранить свои значения но при условии что сам список persistent переменных не менялся это удобно потому что вы уже установили вашу программу на объект операторы уже набили там 100 уставок и тут вам нужно загрузить обновленную версию вы не хотите чтобы эти уставки были потеряны очевидно поэтому было бы здорово если бы вы заранее такие переменные разместили в области persistent переменных кстати чтобы это сделать необходимо добавить в KDCS компонент 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 persistent переменные это такой вот список глобальных переменных которые все по умолчанию являются как раз persistent вот в принципе не сложно так еще один вопрос от Олега флюга у Vayntec есть сервис easy access 2.0 он позволяет удаленно подключаться к PLC через серый IP и прошивать его может прослушал есть ли у Овена такая штука для 210 контроля нет у нас вот прям вот аналога easy access нету возможно когда-нибудь овен клаус может такие же задачи выполнять но прямо сейчас я об этом говорить не готов вы можете как я уже говорил использовать VPN то есть если у вас есть инфраструктура или вы готовы арендовать VPN вполне неплохая альтернатива когда вам не требуется белая публичная IP адреса так вопрос как раз от Вячеслава Пшина про которого ты говорил MQTT вы уже на сайте пример бесплатно проблема в том что он не работал он корректно существуют ли платные библиотеки работают ли с PLK 210 спасибо я немного помню историю действительно на сайте выложил пример у некоторых людей он работает корректно большинство людей которые я знаю у Вячеслава конкретно он почему-то работал некорректно причем если я правильно помню он начал изменения в эту открытую open source библиотеку по каким-то своим внутренним причинам может быть это как раз было последствием что он пытался как-то решить свои проблемы может быть это проблемы начались после того как он пытался редактировать я не готов на это отвечать что касается других библиотек есть альтернативная open source библиотека она более сложная в использовании в ней больше всего потребуется делать чтобы подправить просто сообщение другому устройству но тем не менее есть второй аналог можно попробовать с ним в KDC Store действительно есть пакет библиотек для интернета вещей там есть MQTT но как я уже говорил чтобы его использовать вам потребуется приобретение лицензии и более того вам потребуется дождаться момента когда у нас в контроллер появится механизм поддержки активации лицензии вот мы очень надеемся что это появится в прошивках системы исполнения SP18 которая выйдет в 2024 году очевидно или в самом конце 2023 может быть появятся какие-то первые тесты сборки но я бы не стал ничего обещать так следующий вопрос в PLK 210 от первых серийных образцов до сегодняшнего момента изменения в железо вносятся да изменения вносятся все как бы моменты которые можно улучшить когда изменить там схемотехническую базу по моему последний раз у нас какие-то изменения вносились летом ну так или иначе разумеется мы работаем над тем чтобы делать наши контроллеры все лучше и лучше так часть вопросов с чата у меня пока закончилась поэтому предлагаю снова переключиться на вопросы вот пользователей которые нам присылали заранее да давай мы только попробуем зафиксировать вот момент и если кто-то вот если мы по каким-то причинам в чате что-то пропустили извините если мы это сделали повторите пожалуйста повторите вот мы сейчас зафиксируем момент ты можешь зафиксировать на каком сейчас на вопросе про изменения видимо да сейчас у нас вопрос был про вот как раз таки Ну, про внесение аппаратных сменений. Мы с него продолжим, и всё, что будет дальше, мы будем просто по порядку читать и ничего уже не пропустим. А теперь давай вернёмся к вопросам, прислываем по почте, и уже тогда закончим с ними. Так, тогда вопрос от Осипова Василия. Вопросы по надёжности новой линейки ПЛК-210 для применения в ответственных системах управления. И в ответственных, и в отечественных. Хотелось бы именно конкретные вопросы услышать, потому что мне сложно как-то абстрактно рассуждать о надёжности. Могут быть разные требования к надёжности, и могут быть разные уровни ответственных системах управления. То есть, если ваша система управления требует, например, сертификация на СИЛ-2, СИЛ-3 и так далее, то наши контролеры таких сертификатов не имеют. Возможно, ещё какие-то требуются специализированные сертификаты, или есть какие-то специализированные требования к наработке на отказ и так далее. Поэтому очень сложно ответить на такой вопрос просто вот общими словами. Так. Вопрос от моей тёзки, между прочим, по имени и отчеству Мария Андреевна Варапанова. В ПО для панелей оператора VNTech EasyBuilder Pro есть инструмент CodeSys, как и для чего он может быть использован. Например, если на CodeSys написана программа и сделана визуализация для контроллера OVEN SPK110 с необходимыми модулями MV110 и MU110. И требуется ещё один дополнительный экран для визуализации. Например, уже в удалённом помещении, и это будет по проекту экран от VNTech. Можно ли как-то подтащить экран, сделанный в CodeSys EasyBuilder Pro, чтобы лишний раз все кнопки не рисовать? Хороший вопрос, который неожиданно задан нам. Но, в принципе, ответить несложно. Действительно, EasyBuilder поддерживает CodeSys. Это связано с тем, что флагманская линейка панелей оператора VNTech, CMT, она включает в себя CodeSys Runtime, систему исполнения CodeSys. Но там принцип следующий. То есть визуализацию вы делаете в EasyBuilder, CodeSys позволяет вам писать программу и настраивать обмен через конкретные протоколы, через конкретные интерфейсы контроллеров по определённым протоколам. Вот. Визуализацию в CodeSys вы сделать там не сможете. Значит, что касается конкретно вопроса. Если вот вам требуется, например, расширить экран с ПК, то есть его продублировать в каком-то месте, самый удобный способ это сделать, это использовать веб-панель. Например, нашу веб-панель WP110. Я надеюсь, сейчас Василий сделал демонстрацию моего экрана. Вот, я прям открыл эту страницу на сайте. Это, по сути, как раз веб-браузер, форм-факторе панели оператора. Он очень прост в настройке. Он просто указывает IP-адрес контроллера с KDHS. И, в общем-то, получает его веб-визуализацию. Мы как раз вначале очень обновили прошивку для этих устройств. Они стали ещё более удобными в использовании. Получили и новый браузер, и новый конфигуратор. И ряд, в общем, очень полезных функций мы туда добавили. И надеемся, что и в будущем мы выпустим следующие прошивки, где добавим ещё больше функционала в эти панели. Но, если задача уже сформулирована так, что надо использовать непосредственно вентек, и вентеком расширить визуализацию, то есть отобразить визуализацию, которую сделали в KDHS для СПК, то я знаю, что вентек где-то год назад, по-моему, появился элемент веб-браузер. У него есть какие-то ограничения, их довольно много. Вот, возможно, в этом случае подойдёт он. Но вам лучше проконсультироваться с техподдержкой вентек. Я могу сказать, что веб-визуализация KDHS построена на использовании компонента HTML5 Canvas. То есть там графика рисуется на JavaScript. Соответственно, если веб-браузер вентек это поддерживает, то, наверное, это будет работать. Ну, или альтернативный вариант. Вам придётся, к сожалению, всю визуализацию пересобирать уже в Easy Builder, если не получится вариант с веб-браузером. Так, следующий вопрос от Кудрявцева Евгения Владиславовича. Вывод данных с ПЛК на ПК. Тут есть различные варианты. Я это сделать очень легко. Поэтому давайте мы сейчас один из них рассмотрим. Я тогда, Василия, опять прошу сделать демонстрацию моего экрана. Предположим, у нас есть некий набор переменов. Пусть они даже retain будут, раз я уже создал общий retain. И мы хотим их передать на ПК. Самый простой способ это сделать использовать протоколы PC UA. Для этого надо добавить в проект компонент символьная конфигурация. Ставим галочку поддержка функции PC UA. И дальше просто галочками вы помечаете переменные. Так, надо сначала выполнить компиляцию. И дальше просто галочками вы помечаете переменные, которые вы хотите видеть на ПК в SCADA. Я просто помечу все свои переменные. Кроме того, можете настроить тут тип доступа. Например, только чтение. Чтение или чтение и запись. Теперь я этот проект загружаю. Так, и давайте мы это рассмотрим на примере среды Master SCADA 3.11. Жень, тут Василий предлагает после этого вопроса делать небольшой перерыв на минут пять. Вопрос, наверное, к нашим зрителям? Да, кстати, да. Вопросов тут еще довольно-таки много. Во-первых, заготовленных вопросов достаточно много. Как минимум еще 10 штук. Поэтому, может быть, стоит нам после этого вопроса небольшой перерывчик делать минут на пять. Потому что мы планируем активно отвечать на ваши вопросы. Да, мы не планируем никуда уходить. То есть у меня довольно много свободного времени сегодня. Поэтому мы никуда не днемся. Единственное, кстати, сразу вопрос. Я не знаю, может быть, кто-то мне подскажет. А тут Master SCADA 3 не установлено на этом ПК. Только четвертый, наверное. Очень жаль. Ну, тогда давайте используем мультипротокол Master PC. И рассмотрим, как через него получить данные. В принципе, в Master SCADA 3 был бы точно такой же принцип. Извините, что забыли установить Master SCADA 3 на презентационный ноутбук. Мы добавляем протокол. Выбираем APC UA клиент. Добавляем устройство. Подключаемся к нашему контроллеру. Значит, нам необходимо узнать его IP-адрес. Давайте я сейчас посмотрю в KDC, с какой у него какой у него IP-адрес. Да, я вот вижу, пользователи пишут, что перерыв был бы очень актуален. Да, я думаю. Ну, давай сейчас закончим. Да, действительно, нам бы тоже было неплохо. С этим вопросом заберемся. А ты не помнишь, как у него IP-адрес контроллера? 10, 2, 5, 230, по-моему. Так, порт у нас на стороне KDC 4840, если мне не изменяет память. Так, вот мы нашли точки подключения. выбираем, в принципе, любую. Это не имеет значения. Мы подключаемся без каких-то, без какой-то аутентификации, но, в принципе, KDC поддерживает и аутентификацию через логин, пароль, и через сертификаты безопасности. Вот, подключились и импортируем список тегов. Вот мы видим, собственно, все наши переменные, которые есть в нашем контроллере. Находим нашу программу PLCPRG. Вот, собственно, наши три переменные, добавляем их. И запускаем опрос через APC. В чате пишут, хорошо вам, у меня вот уже 22 часа почти. Ну, вам тоже неплохо. Вот, я какие-то значения изменяю через APC, и в QDC свяжу те же самые значения. То есть, это очень быстро, очень просто, очень удобно. Очень жаль, что мы не смогли эту мастерскую А3 показать, но я говорю, что, обещаю, что тот же самый принцип был бы в мастерскую А3. Точно так же было бы очень легко добавить APC, просто с каном найти нужный сервер и импортировать теги. Механизм был точно такой же. Давайте тогда сделаем паузу на несколько минут. Да, давайте пока прерваемся на небольшой перерыв. В принципе, можно продолжать задавать вопросы, да, чат у нас работает, поэтому подумайте, пока, может быть, какие-то еще интересные вопросы придумайте, а мы прерваемся на сколько минут? На пять минут. Вот, и продолжим. Как раз где-то в час. Да, давайте продолжаем в час. Пятиминутный перерыв. Так, друзья, мы возвращаемся на вебинар, посвященный ответам на ваши вопросы по QDCS 3.5. Мы чуть-чуть передохнули. Хотели бы проверить, опять-таки, качество связи, потому что пока ходили, отключались. Напишите, слышно ли нас, видно ли нас. Жень, что-нибудь тоже скажи. Что-нибудь скажу. Надеюсь, нас слышно и видно после нашего возвращения триумфального. Так, ну, сейчас подождем чуть-чуть, пока проявится активность и начнем. У нас еще куча вопросов. Повторюсь, для того, чтобы участвовать в чате, задавать свои вопросы, если вы смотрите с сайта ovin.ru в правом нижнем углу, там есть кнопочка YouTube, нужно на нее нажать, перейти на сам YouTube, обязательно зайти через свой Google аккаунт, и тогда вы сможете, во-первых, видеть вопросы, во-вторых, задавать, и мы будем обязательно отвечать на эти вопросы. Да, еще раз уточню, мы никуда не спешим, то есть там через 10 минут что-нибудь закончится, вопросы есть, мы будем на них отвечать, мы готовы это делать, собственно, никаких проблем с этим нет. Да, вот я уже вижу активность, слышно и видно, все, лог, связь есть, отлично. Да, мы рады, что с нами кто-то остался даже после паузы. Вот, и еще раз напомню, что записи будет, безусловно, выложена, и мы постараемся к записи сделать тайм-коды, чтобы потом вы могли легко к какому-то определенному вопросу вернуться и его уже отдельно там просмотреть спокойно обстановки. Так, ну и перейдем к вопросам, которые нам заранее прислали, повторюсь, вопросы в чате тоже будут озвучиваться. Там мы скоро закончим вопрос, которые нам прислали, их не так много осталось, там, что-то 5. Так, первый вопрос от Николая Аркадьевича Чубарова. Чем отличается OvenLogic от CodeSys? Такой очень широкий вопрос, отличие. Ну, понятно, что OvenLogic и CodeSys — это среда программирования контроллеров. Как мы уже говорили, CodeSys поддерживает множество брендов и множество контроллеров разных производителей и вы можете программировать в CodeSys. OvenLogic поддерживает только наш IPR в данный момент. Вот. С точки зрения языков OvenLogic до последнего времени был только язык CFC. Сейчас вот, буквально на днях, начал появляться ST, пока только в эту первую фазу. В CodeSys поддерживаются все 5 языков стандартных Mac 61131.3. С точки зрения визуализации в CodeSys возможности также шире. С точки зрения протоколов обмена, опять-таки, OvenLogic поддерживается только MatBus в данный момент. В CodeSys поддержано множество протоколов, о некоторых мы уже до этого рассказывали. Да. Там, по-моему, IP, или какая-то IPP-панель, да, в OvenLogic? Да, есть панели IPP-120, есть PR-200 с экраном, там действительно в OvenLogic есть редактор визуализации, в будущем выйдет PR-205 и следующий PR с цветным экраном и появится уже другой редактор визуализации в Logic для них. Вот. Но сложно сказать, то есть они отличаются очень многим, хотя смысл, конечно, общий. Это среда программирования для устройств автоматизации. Наверное, можно сказать, что OvenLogic проще в освоении, чем PDC-с, то есть если только-только вы начинаете темой заниматься, то освоить OvenLogic вам будет гораздо проще, чем PDC-с. Так, ну и перейдем уже к следующим вопросам. Рамазан Мавлудович Курбанов, извините, если неправильно прочитала. Реализация прямых изменений в программе технолога в момент работы. Извините, я не понимаю вопрос, поэтому я не могу на нее ответить. Может быть, необходимо уточнение в комментариях? Если вы сейчас в комментариях уточните, что именно вы хотели бы услышать, я постараюсь рассказать. В данный момент мне не очень понятно, о чем идет речь. Вопрос от Майорова Руслана Александровича. Возникновение ошибки, тут длинный текст ошибки, но эта ошибка связана с исключением визуализации. То есть, как с ней работать? Ну, как исправить эту ошибку, как избежать появления таких ошибок? Я надеюсь, Василий сейчас скинет в чат ссылку на статью исправщика DCIS, где про эту ошибку, конкретно про эту ошибку написано. В целом, наверное, можно выделить два основных варианта, когда она проявляется. Первый – это тренды. Например, когда у вас во время записи трендов пропало питание контроллера, то этот файл может повредиться после перезагрузки, когда тренд, стандартный кодексивский тренд попытается этот файл вычитать, действительно может в контексте визуализации произойти исключение. Это недостаток. И вот я раньше рассказывал в своей презентации, что мы планируем разработать свою библиотеку, в том числе, чтобы избежать подобных проблем. Еще одна причина, по которой такая ошибка может появиться, это действительно что-то странное происходит в визуализации. Например, основание нулевого указателя визуализации произошло и так далее. То есть что-то там преработать с памятью. Статья из профи КДСИС, ну, некоторые примеры приводят к появлению такой ошибки. Но, конечно, в каждой ситуации надо разбираться индивидуально и производить отладку, чтобы понять, что ими произошло. Так, и от этого же человека вопрос. Не все USB-накопители пригодны для пользования. Некоторые запускаются после форматирования утилитами HP. Да, действительно так. Да, я еще раз озвучу. То есть есть требования к накопителям для наших контроллеров файлов системы FAT32, один раздел на накопители, стиль таблицы разделов MBR. Кроме того, ну, есть производители, которые гарантируют, что их накопители соответствуют каким-то уровням качества. Например, Kingston, Tracent и так далее. Известные именитые вендоры. SmartByte уже неплохо себя показал. Есть новая производитель, с которыми действительно возникают проблемы. Я уже там раньше говорил о некоторых проблемах, с которыми мы встречались. И действительно, утилита HP форматула она хорошо себя проявляет, потому что как раз таки, когда у вас там несколько разделов на накопители или там стиль таблицы GPT, а не MBR, действительно, она все приводит вот именно в тот вид, который нужен нашим контроллерам. Это очень хороший утилит. Так, и следующий вопрос от Анюшина Дмитрия Сергеевича. Также похожий вопрос был от Марии Макаровой в чате. Будет ли реализация поддержки УСПК протоколов в SNMP и МЭК-61855 передачи данных на верхний уровень? Что касается SNMP, я уже в своей презентации рассказывал, что в этом году мы выпустили библиотеку с поддержкой SNMP. То есть тут, я думаю, вопрос снят. Что касается МЭК, что касается протоколов стандарта МЭК-61850. У наших контроллеров поддержки, у наших контроллеров программируемых среди КДХИС поддержки этих протоколов нет. Но мы прорабатываем вопрос в поддержке этих протоколов в контроллеры системы исполнения телемеханика Lite. Так что рекомендую вам следить за новостями. Вполне возможно, что в следующем году в линейке контроллеров системы исполнения телемеханика Lite этот протокол появится. Я немного себе еще позволю сказать вот про МЭК-61850. Это протокол для отсутствия по станции. На самом деле в КДХИС именно он когда-то поддерживался. То есть были какие-то запросы от компании-производителей, которые считали, что этот протокол должен там появиться. И он появился. Но за пару лет никакого коммерческого спроса он не получил. И несколько лет назад КДХИС прекратили продавать драйверы, прекратили вообще очагирование развития. То есть очевидно, что свою нишу на рынке он не занял. В некоторых случаях люди разрабатывают, в некоторых случаях компании разрабатывают собственную реализацию этого протокола. Мы для контроллеров с КДХИС это делать не планируем, по крайней мере в среднесрочной перспективе. Про телемеханику Lite я уже ответил. Следите за контроллерами системы исполнения телемеханика Lite, которые как раз таки предназначены для автоматизации в энергетике, для подстанции и так далее. Вопрос от Воробьева Дмитрия. Платная ли сама среда разработки для пользователя? Поддерживается ли разработка интерфейсов оператора и работает ли среда разработки под Linux? Да, хороший вопрос. Среда разработки КДХИС бесплатная. Для нее в КДХИС есть платные плагины, несколько платных плагинов, например, профилировщик. HMI-сервис. Ну, я несколько про другое имел в виду, я говорил именно про среду разработки. То есть это профилировщик, компонент для тестирования, компонент для интеграции с системой контроля версии ГИД и так далее. Но в целом, если вы не работаете в крупной компании, если вы как бы разрабатываете все-таки уже такие какие-то единичные проекты, то особого преимущества вы от этих средств не получите. Совершенно спокойно вы можете использовать базу версии КДХИС. На самом деле, не так часто выникают потребности, когда реально нужны вот эти расширенные платные плагины. Так что среда разработки КДХИС бесплатная. Вам нет необходимости как-то за нее платить. Она доступна на нашем сайте, вы можете скачать и установить и делать проект. Как вторую версию, так и третью. Да, таргет-файлы тоже наши выложены бесплатно. Некоторые производители их. Мы чуть позже покажем, потому что там был вопрос про библиотеки. А, хорошо, но таргет-файлы тоже устраняются бесплатно. Что касается разработки интерфейсов операторов, да, в КДХИС есть редактор визуализации и можно разработать интерфейс операторов. Насчет тоже отличный вопрос, работает ли среда разработки под Linux. Начиная, по-моему, с версии SP13, появилась возможность под Linux запускать через Vine. Более того, доступен даже Docker контейнер. Я, Василий, я надеюсь, сейчас ссылку в чат скинет, я забыл, к сожалению, себе ее открыть. Но вот на сайте КДХИС есть прям статья, как в Linux окружение развернуть среду разработки КДХИС, да. Так, ну и вопрос от Дмитрия Николаевича Фабричного по поводу курсов. Ну, мы это уже не раз отвечали. Я еще раз напомню, что у нас проходят в учебном центре курсы по программированию контроллеров, как во второй версии, так и в третьей версии. Давайте еще раз покажу, где можно найти. Это наш сайт ovin.ru раздел учебный центр учебный центр OVIN. Переходите сюда. Здесь есть полный перечень наших курсов с датами, с наличием мест и можно зайти в любой курс, например, по ПЛК 200. Знакомиться с программой, нужен ли вам этот семинар и записаться на него. У нас постоянно, каждую неделю практически проходит курс, а вот в данный момент курс проходит по ПР 200. Вот Алексей у нас его проводит. Вот поэтому записывайтесь, мы вас ждем. Весна у нас прям плотно занята курсами. будем проводить и будем вас ждать на наших семинарах. Так, а я, пожалуй, перейду к следующему вопросу от Андрея Кондранина. Здесь даже несколько вопросов, может быть, это объединит даже в один вопрос. Это один большой вопрос. Да, один большой вопрос. Было бы интересно и полезно показать сильные стороны Codesys 3.5 в рутинных задачах настройки и программирования в сравнении в Codesys 2.3 Да и вообще показать сильные стороны. Какие-то фишки для быстрой настройки модулей, современные протоколы MQTT, например, чтобы подтолкнуть людей преодолеть барьер и скачать этот огромный дистрибутив и начать работать в новой среде. Кстати, да, у нас некоторые прям боятся с Codesys 2.3 переходить на 3.5. Ну и по мне очень интересно, как с быстрыми энкодерами работать в ПЛК-210. Может быть, есть интересное и элегантное решение типовых задач на 3.5, что нет возможности сделать в 2.3. Ну и про Oven Vendors Protocol обязательно нужно еще раз рассказать. Да, я уже рассказывал про Oven Vendors Protocols. В нашей презентации даже несколько раз мы ее упоминали. Это библиотека для опроса теплощетчиков, электрощетчиков. Может быть, даже какой-нибудь слайдик найдем по Vendors Protocol. Да, можно его сейчас ненадолго показать, пока я буду рассказывать, пока я буду говорить про первую часть вопроса. Вот. Что касается KBC 2.3 и KBC 3.5. потеряла. Да, ты пока рассказывай, я найду. Что касается KBC 2.3 и KBC 3.5. Ну, во-первых, мы не принуждаем никого переходить в версии 2.3 и KBC 3.5, хотя, конечно, были бы рады, если бы постепенно начали переходить на наши новые контроллеры. Желание придерживаться правильных решений, оно совершенно понятно, и контроллер с KBC 3.5 и KBC 3.5. У нас в ближайшее время никуда из продажи не денутся. Что касается отличий, действительно, есть довольно много сходств и много отличий в этом ПО. Если говорить про какие-то значимые отличия, если говорить про какие-то значимые отличия, то я бы начал с того, что, во-первых, в KBC 3.5 вы можете создавать проекты, в состав которых входит сразу несколько контроллеров. Я, кстати, надеюсь, Василий сейчас делает демонстрацию моего экрана. Мы уже в начале вебинара это рассмотрели, как это удобно при настройке обменов через сетевые переменные. Это действительно глобальное изменение, в KBC 2.3 такого не было. Кроме того, появились средства для использования объектно-ориентированного подхода, о котором уже много писали в чате. Я уже опять... Мнение достаточно сложно по этому поводу, но так или иначе, для тех, кто хочет его использовать, такая возможность появилась. В KBC 2.3 ее просто не было как класса. Кроме того, с точки зрения протоколов, действительно, в KBC 3.5 их довольно много. И более того, в KBC 2.3 на самом деле стандартном KBC была поддержка только одного протокола, насколько я помню, это протокол CAN. Все остальные драйвера писали производители уже контроллеров, в том числе, например, MatBus, Oven, Decon. Это написано нашими разработчиками. В некоторых аспектах это удобно, в некоторых аспектах этих драйверов, наверное, не всем комфортны. Например, там нет прям такого простого очевидного способа для реализации групповых запросов по протоколу MatBus. В KBC 3.5 протоколов поддержано очень много. Более того, драйвера уже предоставляют рез, то есть вы можете проект с одного контроля перенести на другой, и если там есть лицензия MatBus, то та же самая настройка будет точно так же корректно работать. Кроме того, например, у нас поддержаны, как я уже говорил, там SNMP, IPC, UA, MQTT через open-source библиотеки и всего этого в KDC 3.5 и в KDC 2.3 соответственно нет. Есть очень много мелких изменений, то есть можно об этом очень долго говорить и какие-то выделять частности, например, для наших контроллеров программируемого в KDC 2.3 нет поддержки 64-битных типов данных, например, LREAL, ULIND и так далее. Нет поддержки типа VString, но я в принципе не было как класса во втором KDC для работы с Unicode строками. Нет каких-то конкретных операторов ST, которые уже появились только вот в 3.5 да и вообще ну вот я просто могу показать банальный пример, давайте потратим минуту. Например, я хочу, а ну и вот еще, кстати, видите, в KDC 2.3 все разбито по отдельным вкладкам и вам между ними приходится постоянно переключаться и более того, часть настроек вообще производится в опциях, например, если вы хотите настроить чем-то на конфигурацию в KDC 3 все вынесено в одно дерево проекта, работать с этим гораздо проще и удобнее и давайте просто простой конкретный пример, вот одно конкретное отличие, как это было в 2.3 и как в 3.5. Например, я хочу создать перечисление. Я перехожу на вкладку типа данных в KDC 2.3, добавляю объект, ну, например, у меня перечисление с кодами ошибок, пусть оно называется Error, и у меня на самом деле по умолчанию создается структура. Вот, чтобы сделать это перечисление, мне надо вспомнить, как это сделать правильно, я вот даже сейчас буду пробовать это делать, по-моему, надо поставить, удалить struct, construct, поставить скобки и уже, собственно, элементы перечисления начать указывать. Надо помнить, во-первых, синтаксис, я вот даже сейчас не уверен, что я помню его правильно, если я скомпилирую. Так, точку запятой забыл, но сейчас вроде компилируется. Соответственно, я объявляю эту перемену в программе такого типа, и если я хочу присвоить ей значение, я просто обязан вспомнить, как у меня элементы с перечисления выглядят. Более того, нельзя в разных перечислениях использовать одни и те же названия для элементов, потому что, соответственно, нет никакого способа разделить перечисления, которым вы в данный момент отличаетесь. Вот мы написали рабочий код для работы с перечислением. Как это выглядит в 3.5? Вы создаете новый объект типа dat, data user type, говорите, что это перечисление, то есть вам уже не нужно думать, как он оформил, кстати, там еще была поддержка списка текстов, это еще более удобно, я попозже про это расскажу. Вот, вы просто указываете по примеру элементы вашего перечисления, вы объявляете в программе ваши перемены, и теперь, когда вы к ней обращаетесь, вы делаете вот что, вы указываете сначала имя перечисления и потом выпадаясь в список указываете элементы и, соответственно, разные перечисления могут содержать элемент с одним и тем же названием, это довольно удобно. как вы видите, в 3.5 это гораздо проще и удобнее, это, конечно, мелочь, кто-то скажет, что, может быть, я вообще не использую перечисления, но вот на этом примере очень четко видно, как 3.5 отличается качественно от K2C 2.3. Кроме того, тут еще поддерживается в списке текстов и вы можете сразу ассоциировать, вы можете сразу ассоциировать с элементом перечисления некую текстовую строку, чтобы ее, например, отобрать в визуализации. То есть вы прям к визуализации можете привязать элемент перечисления и будет отображаться уже не вот это значение, не вот это имя элемента на английском языке, а, например, текст на русском языке нужный вам. Например, там, как текст ошибки. Это еще более удобным делает использование перечислений. Достаточно рекомендую вам их использовать. Так, ну, и, кстати говоря, вот когда приходишь с кодисис 2.3 на 3.5, там же даже есть возможность переделать проект кодисис 2.3, 3.5. По-моему, даже видеоролик у нас был такой. Да, у нас есть такой видеоролик. Может быть, Василий отправит на него ссылку в чат. Действительно, можно проект из 2.3 в 3.5 импортировать, но надо понимать, что импорт затрагивает программный код и частичную визуализацию. Ну, какие-то базовые элементы, по крайней мере. Кстати, визуализация, опять-таки, в кодисис 3.5 гораздо более расширенная, более удобная. Тут больше элементов, у них больше настроек. И самое главное, с визуализацией, потому что, на самом деле, если строго говорить, то в кодисис 2.3 веб-визуализация была в виде Java-апплета, но на наших контроллерах она не поддерживалась, в принципе. Сейчас же, это в кодисис 3.5 у всех наших контроллеров веб-визуализации есть. Там уже использовано HTML, JavaScript, соответственно, в любом браздоре вы можете с ней спокойно работать. Забыл сказать, вы перенесете программу и там возможна визуализация, но надо понимать, что вот привязка к входу-выходу или там Да, она осуществляется по-другому. Да, и настройка обмена, то есть там уже это не импортируется. Вот сейчас часть, которая с привязкой к сетевой или к входным-выходам контроллера, к сетевой части контроллера и к входным-выходам, надо будет сделать, конечно, заново. Но зато это будет гораздо более удобно, гораздо более просто, чем это было в 2002-03. Так, у нас тут буквально три вопросика осталось. Вопрос, кстати, от моего однофамильца Фёдора Николаевича Тимофеева. Да, у тебя уже было это. Да, однофамильца и тёзки. У тебя уже было тёзки, теперь однофамильца, то есть ты уже полный сет собрала, в принципе, из них. Итак, ПАУКА-210 и Меркурий-23Х. Составив библиотеки ОВЕН-Вендорс Протокол, про которую мы уже опять-таки говорили, 3-5-14-6, не загружается библиотека ОВЕН-Коммуникейшн 3-5-11-3 для Меркурий-23Х. Да, хороший вопрос, это правильный вопрос. Наверное, дело в следующем. Мы, как я уже говорил, в своей презентации в новой библиотеке ОВЕН-Коммуникейшн, и теперь на сайте доступна самая свежая версия. А ОВЕН-Вендор Протокол пока что в зависимости их использует версию 3-5-11-3, как написал наш пользователь. Я надеюсь, что в конце этого года мы выпустим обновление ОВЕН-Вендор Протокол, в ней мы уже сделаем в зависимости от 3-5-11-5, и вам достаточно просто будет установить ту версию ОВЕН-Коммуникейшн, которая доступна на нашем сайте. Действительно ее потребуется установить. И давайте мы вот расшарим мой экран, Василий. Смотрите. Предположим, нам нужна какая-то библиотека, вот, например, ОВЕН-Коммуникейшн, но нужна конкретная версия. Например, вот вам нужна версия 3-5-11-3. Мы в явном виде на сайте все не выкладываем, потому что был бы огромный список, в котором было бы очень легко запутаться. Но что можно сделать? Можно найти вот ссылку архив прошивок, ну, тут, строго говоря, не только архив прошивок, можно даже не искать ссылку, просто вот набить в строке браузера ftp.oin.ru, перейти в разделку до сестри, я надеюсь, Василий сейчас ссылку отправит. Здесь есть папка library, в ней есть папка 3-5-11-5, это означает, что в этой папке хранятся версии библиотек для среды 3-5-11-5 или выше. Тут есть две подпадки, это компоненты, которые распространяются в виде пакетов, и в собственной библиотеке. И вот эту ссылку, которую я сейчас открыл, я надеюсь, именно ее Василий в чат и скинет для ответа на вопрос. Вот тут мы видим все есть версии OIN Communications с момента ее релиза, и все версии OIN Vendor Protocols, и по всем остальным библиотекам полная история. Если вам нужна конкретная версия, вы просто можете ее взять с нашего FTP. Так, давайте перейдем к следующему вопросу от Судалина Александра Иговича. А есть ли библиотеки со стандартным оборудованием OIN, например, TRM с протоколом OIN? Да, я как раз, собственно, в своей презентации об этом рассказывал. И действительно, мы выпустили обновление для шаблонов в этом году. И вот, посмотрите, все приборы, которые есть, все модули линейки 110, все датчики, которые с интерфейсом RSI C385, которые есть на данный момент, под ЧВ 1, 2, 3. Вот это, кстати, не самая последняя серверсия, у нас самая последняя 3, 5, 1, 8. Тут еще есть под ЧВ-ки прибор. Вот TRM, соответственно, новая линейка U2, вся 200-я линейка, и кроме того, 136, 138, 148. Плюс есть вот всякие там отдельные приборы типа C30, тахометра, TH01, счетчик SV01 и нашего индикатора СМИ-2М. Практически для всех наших приборов жесткая логика с протоколом от БАС у нас есть шаблоны. Так, от этого же человека вопрос, будет ли поддержка протокола от БАС TCP Secure? В КДСИС не запланирована поддержка этого протокола. Эта спецификация появилась несколько лет назад и, в принципе, как нам кажется и как кажется, видимо, разработчиком КДСИС она не получила большого распространения, она используется буквально несколькими производителями. Если речь идет именно о каких-то зашифрованных каналах связи, то удобнее использовать IPC UA, который изначально разрабатывался в том числе с учетом требований безопасности в системах ОСТП. Так, вопрос от Чупрова Владимира Васильевича. Подскажите, где можно скачать библиотеку к этому разделу. Можно скачать, во-первых, саму среду программирования. Можно экран? Так, вот, итак, мы находимся на нашем сайте ovin.ru, каталог продукции, среда программирования КДСИС, и здесь вы выбираете версию либо КДСИС-2, либо КДСИС-3. Если, ну, мы сейчас говорим про КДСИС-3, поэтому перейдем сюда. Здесь располагается у нас вот такой вот раздел, где можно найти среду программирования, в том числе по ней вот здесь указаны требования, то есть к чему должен соответствовать ваш компьютер. Потом удобно можно выбрать устройство, какой у вас конкретно контроллер, здесь выбрать прошивку и уже по ней ориентироваться, какая вам нужна версия кода КДСИС- SP-14, патч-3, например. И вот как раз Евгений говорил про таргет-файлы. Пакет таргет-файлов тоже можно скачать на нашем сайте, если перейти, ну вот либо сюда нажать можно, но я покажу отдельно, по-моему, раздел сервисная полна, сколько я помню. Здесь есть табличка, соответствует версии прошивки определенный пакет таргет-файлов. Нужно понимать, что тут про пакет таргет-файлов здесь есть отдельное содержание, вот даже можно чуть покрупнее сделать и посмотреть, что вышло в новом пакете. То есть вышла новая прошивка, скорее всего появляется новый пакет таргет-файлов. Если, например, были какие-то изменения на стороне кдсис, может быть, вышла новая прошивка, но версия кдсис осталась прежним, тогда вполне возможно таргет-файлы обновляться не будут. Так, ну и по поводу библиотеки сам был вопрос. В библиотеке компоненты находятся в отдельном разделе и здесь можно найти вот ASCAD, по-моему, находится ближе к концу ASCAD Basic ASCAD Building здесь можно ее скачать и здесь же посмотреть описание. Да, есть даже перевод документации на русский. Вот в этом разделе выложены именно не наши библиотеки, не те, которые разработали мы, а open source библиотеки и библиотеки, которые предоставляет компания QBSIS. Вот. Так, с вопросами по... Из почты мы закончили, с почты мы закончили, поэтому перейдем к вопросам, которые вы задавали. Я вот специально себя выделила на том вопросе, на котором мы остановились, от Вячеслава Шиндакова. Возможно ли на ПЛК ОВН работать с шиной КАН? Возможно ли в QBSIS реализовывать собственную библиотеку, реализующую обмен по произвольному протоколу на интерфейсе КАН? Про КАН, по-моему, мы говорили. Тут дело в том, что у наших контроллеров нет интерфейса КАН, можно использовать, например, какой-то конвертер КАН в MatBus. Выпускать контроллеры с КАН у нас планов в данный момент нету и вряд ли они появятся. Мы считаем, что закат это более перспективная технология в данный момент. Так, следующий вопрос. В коде SIS есть асинг вызова Александра Сударина? Да, не есть. Я надеюсь, сейчас Василий сделает демонстрацию моего экрана. Я попробую что-нибудь показать. Вот, есть библиотеки синхронные, например, почти все библиотеки, которые начинаются с префикса SIS, системной библиотеки, они влияют синхронными. Вот, например, библиотека SIS File. Правда, файл асинг как раз, но, честно говоря, она не очень удобна в использовании, плохо документирована и, в общем, не рекомендовал бы ей пользоваться. Есть библиотеки с префиком SIS. SIS означает KDSIS Automation Alliance. Это консорциум производителей и контроллер для KDSIS, который вот выпустил, стандартизировал в ряд библиотек. В нем есть библиотека SIS File. Она именно является синхронной. То есть, в ней все сделано через функциональные блоки. Соответственно, например, блок открытия файла, это именно функциональный блок, он выполняется не в одном цикле контроллера, он не блокирует выполнение остального кода приложения. Если вы хотите самостоятельно писать синхронный код, то к вашим услугам оператор кейс, то есть, каждая метка кейса, она в каждом цикле контроллера выполняется только одна метка оператора кейса. У нас есть примеры, на самом деле, примеры проявляться в нестандартных протоколах, примеры по работе с файлами. В них этот подход используется, потому что, ну, работать с файлами или там компортом синхронно, это, конечно, очень неудобно с точки зрения, что остальной код контроллера блокируется и у вас там обработка фото-выходов становится медленнее и так далее. Вот, поэтому действительно рекомендуем вам писать синхронное приложение в код и сисо делать не очень сложно. Кирилл вот тут еще прокомментировал, вот вопрос, почему Овен не сумел полюбить КАН, хотя предпринимал такие попытки, это вопрос как раз к Евгению. По продажам устройств КАН мы не увидели реального спроса, возможно, к этому вернемся. Ну, по поводу того, что мы не увидели реального спроса, такая точка зрения имеет быть, конечно. Если говорить о поддержке КАН, то, конечно, нужно поддерживать инфраструктуру. То есть, на мой взгляд, контроллер, просто контроллер, который у нас КАН, он особо никому не нужен. Нужны там модули, нужны какие-то преподаватели частоты, другие устройства с поддержкой этого протокола. В данный момент, да, у нас были раньше контроллеры КАН, некоторые контроллеры с ПК-27, например, действительно они не получили большого спроса. Вот. В данный момент мы больше ориентируемся все-таки на Зеркат, как более современный, более удобный протокол обмена. Так, опять-таки, про КАН, Часава Шендаков. Хорошо, КАН напрямую физически нельзя, но если через какой-то шлюз, то свою библиотеку для произвольного протокола реализовать можно. То же самое относительно Зерката? Значит, если вы используете конвертер КАН, то я не очень понимаю, зачем вам библиотека, на мой взгляд, конвертер должен выполнить задачу. Или речь о том, что у вас конвертер только физический уровень конвертирует, а вам нужно именно КАН по ссылке формировать. Ну, в принципе, в КБС есть библиотеки для работы с КАН, но я не уверен, что их можно использовать при отсутствии лицензии на драйвер КАН и при работе не через интерфейс контроллера, а с конвертером. С другой стороны, например, в Зеркате есть прям уже там конвертеры типа Зеркат КАН, шлюзы. С ними уже вообще никаких проблем нет, вам не надо ничего не настраивать, вы просто в дерево проект такой шлюз добавили, и дальше вы уже под этот шлюз в дерево проект добавляете КАН-устройство. Но тут хороший вопрос, если я не ошибаюсь, в этом случае как раз потребуется, чтобы контроллер имел лицензию на протокол КАН. Возможно, ее можно будет опять приобрести отдельно в KDC Store, возможно, ее можно будет приобрести отдельно. Так, еще вот комментарий по поводу литературы Бергер от Сименс. Да, но Бергер все-таки под Сименс больше подходит, там есть прям серьезные отличия от КДС, хотя, конечно, синтекс языков более-менее похожи, для общего развития почему бы нет. Вот Вячеслав Шандаков нам до этого задал вопрос про УМЛ, про проектирование архитектуры на УМЛ я в первую очередь имела в виду именно специфику применения методологии УМЛ для проекта его компонентов. проявляющихся объектами КДСС. Скажу честно, я вот прям до конца вопроса не понимаю, потому что что вы имеете в виду под объектами КДСС? Вы имеете в виду функциональные блоки и программы, но от чем это отличается, например, от классов C и так далее? Вот в чем разница? В КДСС есть дополнительный платный плагин, именно редактор и УМЛ диаграмм. В результате вы можете рисовать УМЛ диаграмм и потом вы получаете уже прототипы, то есть там классы, программы, уже там эти методы, интерфейсы методов и так далее. Но, честно говоря, я до конца вопрос не понимаю, потому что УМЛ, это универсальная технология, она не привязана к какому-то языку, вы можете ее применить где угодно или чего угодно и вот какой-то специфики я конкретно не вижу в данный момент. Возможно, я все-таки ваш вопрос не до конца понял. Если вы спрашиваете, опять я начинаю додумывать, мне не очень нравится, может быть, вы спрашиваете о том, как именно готовые компоненты КДСС в рамке УМЛ диаграммы рассмотреть, например, в символную конфигурацию и так далее. В хороший вопрос я не готов сходу на него ответить. Так, тогда переходим к следующему. Анатолий Билан, примеры проекта, то, что ты показывал, это просто фото или можно где-то скачать примеры реализации программы, чтобы поучиться, как правильно писать? Вот те проекты, которые показывали мы, это фото, описание, как был реализован конкретный проект. То есть там нет файла проекта, потому что это интеллектуальная собственность разработчика. Вряд ли он хочет, чтобы кто угодно мог скачать его, например, проект для автоматизации теплопункта и потом просто пойти поконвировать теплопункт и автоматизировать. Наверное, разработчик тоже хочет какую-то свою нишу на рынке занять, системный интегратор точнее. Что касается примеров, ну у нас есть много примеров, но действительно они почти не касаются вот какой-то каких-то реальных процессов. То есть мы не показываем, как автоматизировать там теплопункт или котельную, потому что этим должны заниматься люди, которые непосредственно имеют опыт в какой-то технологии существенной. Если вы в этом заинтересованы, с какой точки зрения, то есть, например, вот у вас есть экспертиза по какой-то отрасли промышленности, вы хотите сделать прямо демонстрационный проект КДСИС, который показывает, как конкретно эту технологию в КДСИС реализовать и может самому научиться в этот момент делать, мы готовы вам все-таки поддержку оказать. Но, соответственно, в вашей части тоже с этой стороны появится, как вот эксперт топ-тилина отрасли. Так, теперь Кирилл тут еще написал, что точка входа это онлайн-курс в свободном доступе. Да, ссылочку вот тут он приложил, можно повыше прокрутить и найти. Да, у нас порядка там 25-26 уже видео, и мы готовы новое разрабатывать. Если вот у нас, ну, когда выйдет новая прошивка, когда выйдет ПЛК-240, когда выйдет ПЛК-ридансе, мы, безусловно, разработаем новое видео. Как точка входа в современный курс ПЛК-210, это кажется действительно очень удобным способом познакомиться с КДС-35. Следующий вот комментарий, мне кажется, он тебе понравится. Мне кажется, нужно сразу изучать СТ и забить на все остальное. Нет, мне не нравится этот комментарий на самом деле. Я не согласен с такой точки зрения. Я считаю, что каждый человек должен спать тот язык, которому подходит. То есть, если человек приписать на графическом языке и это подходит для его задач, не надо его пытаться как-то на что-то говорить. Есть довольно много задач, которые на графическом языке совершенно замечательно решаются. То есть, выбор должен быть за конкретным человеком. Действительно, какие-то задачи удобнее, наверное, реализовать на СТ. Но это опять зависит от бэкграунда человека, от того, что именно он хочет сделать. Ну да, но единственное, что надо уточнить, что у нас шаблон-то с POC по RG на СТ написано. Нет, ну да, действительно, потому что надо было выбрать какой-то язык, поскольку шаблоны в том числе используем мы. Действительно, Василий Рошер, пожалуйста, экран, чтобы было понятно, о чем речь. Мария имела в виду вот что. Когда мы... Так не хочется, ну ладно, создать новый проект. Образится. Вот. Мы выбираем, мы можем выбрать, это, кстати, опять-таки наше вот некое такое приятное дополнение. Мы можем выбрать не стандартный проект, а можем выбрать проект для конкретного нашего устройства. Тогда сразу будут добавлены некоторые библиотеки, будет добавлена визуализация. И действительно, по умолчанию у нас будет создан шаблон на языке, с программой на языке СТ, просто потому что шаблонами в том числе пользуемся мы, и нам удобнее, нам удобнее пользоваться языком СТ. все наши библиотеки, 95% в кода, оно написано на СТ. Ну, в целом, несложно просто эту же программу просто добавить на CFC. То есть, важно понимать, что есть задача, которую выполняют контроллеры. Вот в MainTask'е уже сейчас как раз показано POC.org. Если вы хотите работать именно с CFC, можно просто эту программу POC.org на СТ удалить и добавить с точно таким же названием на CFC. Это несложно. Может быть, ты просто покажешь как-то сделаешь? Да, я покажу. То есть, вот просто вы выбираете программу, нажимаете Delete и заново создаете ту же программу и в этот момент вы указываете то же самое имя и выбираете, например, язык CFC. Или вы, как Мария, можете отредактировать шаблоны и их поправить. Они доступны в виде проекта в KDC, в директории установки. И тут, на самом деле, такой вот интересный момент, небольшое неудобство, что нельзя просто нажать правой кнопкой, например, нажать конвертировать. Мы просили, мы писали в KDC в баг-трекере, но там приоритет какой-то крайне низкий. Видимо, считается, что люди сразу знают, какой язык им нужен. А вот еще один вопрос, Жень. А вот сейчас автоматической раздачи шагов нет. То есть, нам нужно, если мы работаем в CFC, у нас есть порядок шагов вот этих вот блоков в программе, и нам нужно вручную указывать, какой шаг будет или расставлять блоки слева направо, сверху вниз. Каким приоритетом? Будет ли какая-то автоматическая расстановка шагов? Более того, вот все же ферзеры как раз уже нету вот этих по умолчанию номеров, да, в SP-16. Я даже не знала. Вы когда нажимаете правую кнопку мыши на любом по CFC, выбираете свойства, выбираете свойства, и здесь есть новая вкладка порядок выполнения, и по умолчанию здесь вот режим потока данных, когда эти номера просто лезут автоматически, вам не нужно каждый раз переномерировать все по потоку выполнения. Раньше действительно очень часто были пользователи проблемы, когда они добавили новый блок, порядок изменился, и он уже некорректный. Если вам нужен старый порядок, вы просто выбираете вот режим заданного порядка потока данных, и вот зеленые вот эти цифры, как и раньше, будут изображаться. Кроме того, тут есть кнопка применить ко всем CFC, то есть вы сразу можете вот этот, вы можете вот этот как бы режим определения номеров прямо для конкретного пола настроить, вот, либо если вам удобно для всех сразу. Я помню, когда была конференция КДСИС, и вот анонсировали технологию, один сотрудник какой-то компании, не знаю, какой, он сказал просто два слова, которые характеризуют нас, он сказал два слова, которые характеризуют вот насколько это было востребовано, он сказал It's Revolution. Да, вообще это очень крутая штука, об этом где-то будет написано в целом? Об этом написано в документе про новые функционалы с П-16, вот вначале Василий ссылку на нее должен был в чат бросить, может быть он сейчас повторит. Так, давайте вернемся к чату. Так, про ST мы сказали, жду не дождусь, когда на EPP 120 скрипты на ST добавят. Мы тоже ждем, и когда следующий этап ST с функциональными блоками, массивами и так далее, это действительно очень ожидаемая для нас тоже вещь, Мария. Да, вот Кирилл тут еще комментирует, что примеров на нашем форуме предостаточно. Форум действительно очень богат, богат примерами, богат вопросами, я очень вам рекомендую. И ответами главными, не только вопросами. Да, поэтому вот я могу даже сейчас показать, можно мой экранчик, где найти раздел форума. Мы находимся вот, допустим, на сайте OVEN. Сейчас Мария, перебью, покажи сначала, что на сайте можно примеры во-первых найти, а не на сайте выложены в том числе. На сайте, в разделе кодесис ты имеешь в виду? Да, да, конечно. Да. Так, зайдем кодесис версия 3 и примеры, ты имеешь в виду вот эти примеры по демо проекта. Я имею в виду, да, примеры, которые у нас есть. Визуализация. Да, тут очень много примеров, действительно. Так, потом дополнительные примеры, примеры от 3S. Ну, и давайте-ка перейдем все-таки на форум. Здесь можно отдельно по каждому прибору посмотреть, какие вопросы задавали пользователи наши клиенты. Можно самостоятельно задать вопрос, но предварительно надо зарегистрироваться на форуме. Вот, и как раз если мы перейдем в раздел ПЛК среда программирования кодесис 3.5, тут отдельно по каждому прибору также есть тема своя. Есть общие темы, которые, как бы, касаются всех приборов, которые не привязаны к определенным приборам. Вот внизу промотай, пожалуйста, покажи ниже. Вот они, да? И что мне очень нравится, вот, допустим, если заходим на ПЛК 200 серии, очень важный раздел это по обновлениям истории версии прошивок. Я вам очень рекомендую сюда периодически заглядывать. Вот, например, посмотрим по ПЛК 210. Есть вот такая подробная табличка, ее уже не сделал, я так понимаю. Да. И здесь есть прошивка, версия, какая дата релиза, то есть можно как-то ориентироваться, когда она вышла, какая версия кодесис, ей соответствует версия пакета таргет файлов, есть отдельная версия таргет файла, ну и какая прошивка является заводской на текущий момент. Вот, здесь, наверное, стоит еще дополнить, чем отличается версия таргет файла от пакета таргет файла. То есть сам таргет файл лежит внутри пакета и в целом на нее, ну, мы даже не стоит ориентироваться, нужен именно пакет, я так понимаю, когда ты скачиваешь сайта. Смысл в следующем, у нас в пакет входят все таргет файлы для всех наших контроллеров, поэтому, например, если у нас меняется там версия одного таргет файла, там изменяется пакет, но другие таргет файлы конкретных устройств могли остаться неизменными, поэтому вот версия таргет файла конкретного контроля, однако версия и пакет напрямую никак не связаны, не стоит на это ориентироваться, но в реальной жизни вот именно вас с точки зрения разработчика интересует именно версия таргет файла в правом столбце, потому что именно ее вы видите в КДСИС, когда создаете новый проект или когда изменяете. Так, можно у нас план вот этот вот, спасибо. Так, давайте еще посмотрим чат, тут придают приветы, привет Петрову, хороший человек с его труда начинал. Ну, я тоже, в принципе, эту книжку, как только пришла в компанию Овен, тоже листала. Так, какие еще тут есть вопросы, сколько еще будет продолжаться вебинар, сколько уже можно? Сколько потребует в любой момент мощь уйти, мы не держим вас в доложниках, вот, как только вы почувствуете, что вам больше некомфортно находиться. Ну, вы хотели ответить на все вопросы, которые будут в чате, и если других вопросов не будет, в этот момент мы закончим. Про ВП-110 есть несколько видео, да, действительно, ссылочку Кириллу тут тоже приложил, поэтому тоже рекомендую по ней перейти. Так, очень интересная и много полезной информации, но внимание начинает расплываться. Но в целом, я думаю, что мы уже потихонечку переходим к концу ваших вопросов, вот, и, может быть, будем постепенно заканчивать. Я немножко упала. Так, сейчас, секунду. Да, мы прекрасно понимаем, что уже 2 часа 40 минут мы в эфире, это довольно много, может быть, это будет самая длинная даже запись, вебинар на нашем YouTube-канале, но, тем не менее, хотелось бы все-таки, раз у людей есть вопросы, мы бы хотели в таком формате на них поотвечать. Так, сейчас найду следующий вопрос, так, потерялось немного. Так, дистрибутивы Codesys, это все, да, мы посмотрели, как можно получить доступ к демо-версии Codesys Professional? Такой вот вопрос. Codesys Professional. Codesys Professional это как раз набор платных плагинов, но, чтобы получить к нему доступ, Василий Рошай, пожалуйста, мой экран. Вы переходите в магазин, приложивший Жене и Codesys Store, у него адрес store.codesys.com Мы уже не один раз на вебинаре об этом говорили. Так, язык, наверное, удобнее на английский переключить. И здесь вот вы находите Codesys Professional Edition. Он распространяется по подписке, то есть воплачивать годовую подписку в состав входит профилировщик, менеджер тестирования, редактор UML диаграмм, средства для интеграции с SVN и Git и статический анализатор. Соответственно, вы можете, лицензия на рабочее место приобретается, действует она год. Так, у меня вопрос, хочу осуществить опрос PLK 2.0 здесь по TCP, но не через UA. Прошивка на PLK последняя. Если добавить в Ethernet Modbus TCP с версией 3.5.16.0, то в конфигурации я что-то не вижу ID. Ой, очень хороший вопрос, прям спасибо, что вы задали. Мы, кстати, это обсуждали на нашем прошлом вебинаре по Modbus, по-моему. Смысл в следующем. Начиная с версии SP16 действительно поле Unit ID в TCP слейве пропало, так считает разработка DCI, разработчики КДС считают, что так корректно. Теперь в этих версиях слейв отвечает только на запросы с Unit ID 0 или 255. Остальные адреса зарезервированы под шлюз Modbus TCP, Modbus R2, под программу шлюз, который в этом же компоненте TCP слайдевайс можно настроить. Но действительно очень много клиентов на это наткнулись, это неочевидно, это неудобно, и поэтому в следующей версии в SP17 слейв будет отвечать на запросы с любым Unit ID. То есть, в принципе, там не имеет смысла для него сдавать Unit ID, он будет отвечать на запросы по любому адресу. Я, Мария, хотел сказать, мы, кажется, один вопрос пропустили, чуть выше, вопрос про... Подскажите, где скачать пользователя с DATS Pro, если я правильно прочитал, подскажите, где скачать 3D-модели CAD 2D и 3D-модели для всего оборудования OVEN. Я надеюсь, опять Василий расширит мой экран, и я попробую это показать. Значит, у нас есть раздел поддержка, наверное, раздел документации ПО, и вот раздел чертежи схемы модели. Вот здесь, соответственно, вы можете всю эту информацию найти. Вот, например, откроем там ПУК-200, вот мы видим, что есть файл для ИПЛАН, есть чертежи в ТАКАДе, в СТЭПе, в ДВГ, в СТЭПе. Можете воспользоваться этим разделом сайтом. Я думаю, ссылку сейчас в чат кинут. Это выше было, так что ты можешь продолжать по своему списку. Так, тут еще продолжение, но если добавлю Modbus CP Slay в версии 3.5.14, то в разделе конфигурация юнит-ид на месте. Так где этот юнит-ид настраивает 3.5.16? Нигде, но я рассказал, что произошло. Так, далее, сейчас найду следующий вопрос. Как можно, а, это мы уже задавали, извините. Так, как правильно использовать входы-выходы x-aborted и x-or функциональные блоки sys-exec библиотеки cmp-sys-exec? Это хороший вопрос, на самом деле. Что касается x-aborted, он нужен для того, чтобы прервать выполнение команды. Например, если вы вызываете через cmp-sys-exec какую-то утилиту, и вы не знаете заранее, сколько она будет работать, и при этом прошло какое-то время, утилита работа не закончила, вы не увидите сигнал x-done, вы можете ее прервать с помощью входа x-aborted. На практике, на самом деле, я редко встречался с считаться, когда это было нужно. На самом деле, этот вход добавлен, в первую очередь, чтобы соответствовать модели поведения common-behavior-модель, по которой реализован библиотеки kdcs. Что касается выхода x-error, я, честно говоря, сходу даже не отвечу, в каких случаях этот выход активируется. Этот выход активируется, когда сама библиотека возвращает ошибку, но я сходу не готов сказать, в каких случаях она может ошибку вернуть. Например, может быть, когда не удается открыть новый pipe или еще что-то происходит такое совсем неожиданное. Я вот сейчас не помню, по-моему, ни одного раза, чтобы один раз только помню, это были проблемы в реализации библиотеки, когда подобная ситуация возникала. Так, сейчас еще вопрос. Нас на удивление, что до сих пор нас смотрит 60 человек, это довольно много. Видимо, может быть, кто-то новый подключился, еще не устал, и вот пользователь NPRG в чате в свое время написал «Мы бодры и свежи». Я, правда, не знаю, когда это было. Надеюсь, что до сих пор пользователи, наши зрители бодры и свежи, как и мы. Вот еще один вопрос был до пережива задан, я его пропустила. SP 300 серии, будут ли когда-нибудь создана возможность программирования по Ethernet? Нет, скорее всего, нет. Так, далее про SysExec мы ответили. Так, недостаток Codasys 3.5 это то, что он тяжелее, чем 2.3. Если на работе дали боги ком, как в моем случае, то не завидую я вам. Я прекрасно вас понимаю, действительно, Codasys 2.3 очень легковесный, он работает на чем угодно. 3.5 действительно требовательных ресурсов, ну, я не вижу тут вариантов, просто тогда обратитесь к начальцу, объясните, что вам просто не подходит такой компьютер. Бывают действительно ситуации, когда нам организуют удаленное подключение, а там Codasys 3.5 и 2 гигабайта оперативной памяти и процессор. Одноядерный процессор, там, в 10-летней давности, действительно, ну, очень сложно просто, например, просто программу скомпилировать и загрузить в контроллер. Я уже не говорю там об онлайн-отладке и еще о чем-то. Так, сейчас, одну секунду. Евгений, сделайте, пожалуйста, разбор на своем канале библиотеки OvenPIT. Кстати, уже не первый раз слышу эту просьбу. У нас есть, даже лучше, у нас есть ролик на нашем официальном YouTube-канале с хорошим качеством по поводу того, как использовать блок из этой библиотеки, у которого, у которого вышит ШИМ, короче, регулятор с автонастройком и выходом ШИМ. Что касается второго блока для управления трехпозиционными исполнительными механизмами, мы сейчас как раз прорабатываем этот вопрос, мы постараемся сделать пример. Что касается видеоролика, возможно, мы в будущем сделаем видеоролик, просто сложно подумать, на чем показать, то есть сходу не очень понятно, как сделать такой наглядный стенд для управления чем-то похожим на трехпозиционный исполнительный механизм. Что касается СДПИТ, то мне кажется, там особо нечего показывать, потому что это обычные регуляторы, где в явном виде сдаются P и D составляющие, он не сильно отличается от регуляции в библиотеке UTIL, например, поэтому не думаю, что особо интересно. Так, тогда следующий вопрос. Есть стандартные функции, чтобы преобразовать Uint в Int или надо самому? По-моему, есть преобразователи типов данных, я, может быть, что-то путаю, но имеется в виду преобразователи... Нет, конечно, не есть, я надеюсь, сейчас Василий мой экран расширит, я, правда, CFC, но окей, продолжу на нем. Ну, а что плохого в CFC? Ну, начали там с СТ. В CFC есть возможность конвертация для типов из-за всего-всего, то есть, например, вот у Вас нужно конвертировать Int в Int, Вы так и пишете Int to у Int. А, по-моему, теперь просто можно писать to Int без Int, да? Да, можно с какой-то версии можно прям вот делать так, кстати, еще можно вот так делать, просто drag and drop вам перетаскивать переменные. Ого, ничего себе, это с какой версии, или это всегда было? Нет, это с какой-то версии, а с относительно недавней, то есть, где-то с P15, может быть, вот, вот таким образом можно конвертировать Int в Int с помощью всего лишь одного оператора. Так, здесь реклама наших предыдущих семинаров идет. Кирилл говорит, что у нас был какой-то семинар, а, ну, не, ну, семинар понятнее, длиннее, то есть, мы сейчас все-таки про вебинар говорим, с семинарами мы не сравним в любом случае. Так, по поводу OML также тут точнее, не хочется нам придумать, как описать объекты, кодеси, сапалка в OML. Я вас понимаю, но я нигде не видел, чтобы кто-то до этого пробовал это делать, именно конкретно стандартный компонент КДСИС. Я не готов рассказывать о том, как люди с этим справляются, потому что сам не знаю. Но это очень интересный вопрос, это очень хороший интересный вопрос. Так, ну, здесь просто пожелание, видимо, а в идеале нужна серия видеопримеров, как начать создавать простенький проект с проектированием в OML и так далее. Я вот так не считаю, еще раз, OML это универсальная технология, но, то есть, есть много на YouTube видео про то, как вообще делать, проектировать архитектуру ПО с помощью UML диаграмм. Неважно, для какого языка там будет пример, для ST, например, разницы не будет никакой в этом аспекте. Так, комментарий, не работает вход X-ABORT, приходится через скрипты бэш. Я не очень понял вопрос. Видимо, про библиотеку с MPSC. Да, я понимаю, что вопрос по библиотеку с MPSC. Я не очень понял, что именно приходится. А, вы имеете в виду, что у вас X-ABORT не срабатывает? Ну, если вы сможете какой-то пример сделать, простой, на котором это можно воспроизвести, и прислать мне на почту, то мы, безусловно, или на саппорт с SABACOIN.RU, то мы, безусловно, займемся этим вопросом. Так, скинули вот уже ролик с пид-регулятором. Далее, расскажите, что из контроллеров OVEN можно применять для управления драйверами шаговых двигателей на станках с ЧПУ, и как такой сценарий можно реализовать? У нас, я бы не сказал, что есть какие-то прям активные движения в сторону управления шаговыми двигателями. У нас есть контроллеры ПЛК-110, СКД-СИС-2.3. Там, возможно, работа по перерываниям, там есть быстрые выходы, которые легко конфигурируются. И, в принципе, вы можете, у нас есть пользователи, которые делали проекты для управления шаговыми двигателями на этом ПЛК. ПЛК-210 вам не подойдет для управления шаговыми двигателями. Эта тема нам в определенной степени интересна, но в ближайшее время не стоит ждать каких-то устройств или каких-то движений в эту сторону. Так, ну, тут вопрос, вы не устали еще, Евгений, ты не устал? Нет, я не устал. У меня, в принципе, вот мой рабочий день еще не кончился, поэтому я могу продолжать. Прообразование Uint в Int тоже возможно. Да, безусловно, мы уже говорили, что возможно преобразование из всего во все. Просто достаточно написать Tool, нижнее подчеркивание и тип данных. Так, ну, вопросы, вопросы... Вроде бы даже вопросы закончились. Может быть, мы что-то упустили? Прям неожиданно даже. Напишите, пожалуйста... Если мы какие-то вопросы пропустили, давайте мы какое-то время сейчас подождем, может быть, я что-то или Жене что-то расскажем еще дополнительно. Вот, если... Просто вопросов очень много, чат у нас постоянно двигается, поэтому что-то могли пропустить. Обязательно спросите. Вот, в том числе, если вам понравился вот такой вот формат с ответами на вопросы, напишите, может быть, стоит по другим приборам сделать подобный вебинар, либо по QDCS 3.5 также. Или ProMilogic. Да. Было бы вам интересно пообщаться ProMilogic в таком формате. Так, ну и... Ну, мы еще ждем вопросов, мы никуда пока что не уходим. ToInt так и пишу. Вы молодец. Да. Можно, ну, смотря в какой версии, ToInt, наверное, работает, это вот с 14-го точно работает. По-моему, в 3.5 это работало почти во всех версиях, там были какие-то особенности, возможно, это не работало в библиотеках, я не готов ответить, но более такой олдскульный подход это писать именно оба типа, то есть из которого вы конвертируете и в который это будет работать всегда. Вот нам Вячеслав Шендаков пишет, что такой формат нужен. Ну, пишите в комментариях, что бы вам именно хотелось в таком формате. И опять повторяю, мы еще готовы некоторое время подвещать на вопросы. Алекс Фил пишет, у него что-то не работает. Мы готовы вам помочь. Вот. Ну, напишите, пожалуйста, на нашу поддержку. именно ToInt показать, чтобы прям было понятно, потому что у нас в принципе uInt toInt именно этот пример. Ну, давайте, хорошо, посмотрим, то есть нам, например, uInt toInt, окей, то есть мы берем у нас переменные исходные, имея тип uInt, результирующие переменные имея тип int, и мы пишем вот в явном виде int, нижнее подчеркивание to, нижнее подчеркивание uInt. В принципе, мы этот код даже может всему... Наоборот, uInt toInt нужно. А, да, заговорился, видишь. Ну, все-таки я тоже начинаю всплываться, но тем не менее, мы еще готовы поотвечать на вопросы. И, в принципе, можно сразу в эмуляцию проверить, что это совершенно работоспособный код. Всего две переменных и блок конвертации. я не знаю по объему какой-то там рекорд, о котором нам писал Андрей Горский, но я думаю, хотелось бы там в три часа, хотелось бы, чтобы минимум три часа у нас, конечно, было. Вот, я меняю значение переменной типа uInt. В откладке, наверное. Да, Ctrl F7 просто проще нажать, и вот мы видим, что переменная типа int получила такое же значение. Соответственно, если я задам значение, которое выходит из диапазона, например, там 40 тысяч, в unity такое значение можно сохранить, переменная типа int нет, то мы видим, что вот переменная int получила корректное значение и соответствующая отрицательная область, потому что int это переменная с поддержкой, ну это знаковая переменная. То есть для нее можно как отрицательное, так и положительное значение быть, но диапазон, соответственно, у него в два раза меньше, чем у int. Так, есть вопрос. Есть у Кода Систры 5 недокументированы особенности? Есть, но они недокументированы. Так, опять... На самом деле, кроме шуток, вы на форуме можете почитать, там есть некоторые средства, которые не описаны документацией, по крайней мере, пока не описаны документацией, например, и о которых, например, тоже я узнаю, там каждый день, например, мы говорили про перечисления, есть способ неявного объявления перечисления, вы можете сделать... Переключи экран. Да, переключи просто на мой экран, я сейчас опять синтексис плохо помню, но, по-моему, вы можете сделать типа так. Вот, и это неявно осознанное перечисление. Это удобно, когда вам не хочется отдельный объект создавать, дерево проекта, например, если вы часто переносите код, и вы хотите все инкапсулировать в один функциональный блок, вы можете прямо внутри функционального блока объявить перечисление и задать его возможное значение. Вот оно. имплицит иеном. Вы, соответственно, если числовые значения, вы их можете вот так вот присваивать. Вот, например, одна из недокументированных возможностей. Может быть, ее когда-нибудь документируют. На нашем форуме вот это все описано, то, что я сейчас сказал. Там есть большой раздел онлайн FQ. Так, тут еще просят, Жень, расскажи про инициализацию массива в секретную. Секретную. Так, а кто просят? Симонов Алекс. Это из этой же оперы. Я, честно говоря, сейчас не буду рассказывать, чтобы не тратить много времени. Там не совсем инициализация массивов, там речь была об инициализации структуры. Я сейчас найду это на нашем форуме. Я тогда прошу Василия расширить мой экран. Вот, собственно, тема онлайн FQ и буквально какой-то из последних постов в ней был вот про это. Можно инициализировать структуру вот с помощью такого синтеза в ST. То есть, обращаюсь не к каждому полю структуры, а обращаюсь сразу целиком ко всей структуре. Это, кстати, тоже недокументировано. Это к вопросу о том, есть ли недокументированные возможности. Они есть, но вот мы стараемся их не документировать. Мы делаем недокументированные возможности документированными. Так, тут вопрос немножко не по нашей теме. По лодочку планируете в ST макроса, а не только функция? Я насчет макросов не скажу, функционные блоки планирую. Так, по поводу uint to int понял ошибку, я писал маленькими буквами, но регистр это никак не влияет. Ваша ошибка была точно не в этом, потому что регистр переменных не влияет. А вот Василий говорит, что у него было такое. Может, в каком-то конкретной версии патча? Может, внутренне какой-то? Для меня это очень странно звучит, но давайте мы сейчас не будем на этом останавливаться. Может быть, стоит как-нибудь на почту скрин прям присылать? Ну, вы можете обратиться на нашу поддержку объяснить вашу ситуацию. Мы вам поможем в любом случае, но в КБС имена переменных, имена ПО, они регистра независимые. Не подтягиваются библиотечки? Ну, может быть. Так, есть ли еще какие-то вопросы у Вас? Давайте, пожалуйста, их в чат, потому что мы потихонечку будем уже заканчивать. В целом, вопросы у нас закончились. Опять-таки, напишите, если интересен такой формат мероприятия по другим приборам либо по другому программному обеспечению. Вот. Если вы хотите вебинар про П, напишите, пожалуйста, в комментариях подробно, что именно вы бы хотели узнать. А мы кинем соку на донат. Только это позволит нам понять, сможем ли это провести или нет. В данный момент у меня нет, я уже говорил несколько раз, у меня нет понимания, чтобы пользователи хотели услышать на вебинаре про объектно-ориентированный подход в КДСИС. Мы, наверное, еще какие-то покажем такие общие слайды из конца презентации. И пока, если есть еще вопросы, то еще несколько вопросов мы точно готовы ответить. Вот три часа, в принципе, три часа мы уже просидели. Так что посидеть, что там минут пять, это вообще не проблема. Так, прошу презентацию. Вот здесь представлены ссылки, так, да, ссылки на нашу документацию, прошлые версии по нашему FTP-сервере и разделку КДСИС-3 на форуме ОВИН. Тоже рекомендуем туда обратиться. Я, кстати, делаю еще раз замечание, и записи вебинара, и файл презентации, они будут выложены. Наверное, постараемся завтра. Или, по крайней мере, в ближайшие дни. А файл презентации будет высылаться как-то? Я не знаю, но мы его точно выложим на форуме, как делали с предыдущими вебинарами. Так, здесь, кстати говоря, вот я как-то рассказывала в видеоролике по СПК подключению мыши и клавиатуры, можете потом тоже посмотреть. Обязательно переходите на наш основной YouTube-канал ОВИН-производственное объединение, он называется. И там есть большое количество роликов, обучающих, презентационных и так далее. Ну и также про курсы еще раз напомню. Можно перейти в раздел «Учебный центр» на нашем сайте. Вот ссылочка указана «oven.ru». И также есть раздел по нашим вебинарам и семинарам очным. То есть в других городах мы тоже их проводим. Тоже рекомендую пройти, посмотреть. Может быть, именно в вашем городе будет проходить семинар. Так, ну и я думаю, ты здесь прокомментируешь про стенды для удаленного доступа. У нас действительно есть стенды для удаленного доступа. То есть если вы хотите посмотреть, как это работает, вы можете подключиться со своего компьютера к веб-визуализации с ПК. Или, например, у нас есть ПК-210, который доступен из внешнего мира, и вы можете даже загрузить программу. Информация об этом приведена в теме на форуме. И вот зайти к этим ссылкам как раз. Да, кстати-кстати, Василий сделал, пожалуйста, демонстрацию моего экрана. Я покажу, как это все выглядит. То есть вот вы вбиваете там с ПК-уинру и порт у нас 7070, чтобы отличаться от таких общепринятых. Может быть, мы на другой сети находимся. Может быть, мы находимся... А, веб... А, все правильно ты говорил, да. Веб-спк.уинру. Может быть, кто-то коварно, конечно, выключил питание нашего прибора. Вот. Или, может быть, там нужно обязательно указать веб-визу в ЧТМ. но, по-моему, нет. Ну, мы разберемся с этой проблемой в течение дня. Зато попробую показать вторую ссылочку. Надеюсь, хотя бы она рабочая. что-то у нас сеть, может быть, упала. Может быть, действительно проблема сеть. Василий, а можешь пока убрать демонстрацию моего экрана? Да, можно пока, может быть, на презентацию переключить. Ну, я, наверное, сейчас все-таки смогу стенд, который с ПК вернуть. Так, а я пока расскажу о том, что у нас есть YouTube-канал, я уже про это сказала. Также у нас есть группа ВКонтакте, где вы можете также оставлять обратную связь по этому вебинару. Плюс там выходят новости. Новости о том, какие видеоролики вышли. Также там какие-то анонсы мероприятий проходят. И также есть Telegram-канал OvenProm. Тоже по нему можно перейти. Там тоже какие-то анонсы проходят. Можно обратную связь составлять. Также у нас есть наша почта курс POC собак Oven, по которой вы можете записываться на наш курс. То есть можно через эту почту также задать вопросы по нашему извините, по нашим курсам. Так. Ну, в целом. Еще вопросы вроде были. Да, давай обратимся к вопросу. Пользователь Дмитрий Анюшин спрашивает, можно ли выгрузить журнал Тревог на флешку без исходного проекта. В принципе, это можно сделать. Вы можете подключиться к контроллеру, например, по протоколу SCP. Например, утилиту WinCP. Найти файл. Это будет файл базы данных SQLite. Скачать его на флешку. В следующих версиях прошивки мы планируем сделать возможность архивации файлов стандартных трендов и стандартных таблиц Тревог сразу на накопитель. И кроме того, как я уже говорил, мы планируем разработать свою библиотеку с трендами и таблицами Тревог, где это будет возможность заложено изначально. Так, какие-то... Тут пишут, что формат офигенный, живой, классный, вкусный, офигенный, классно смотрите. Ждите дальше. Нам тоже нравится с вами общаться. Вы задаете очень интересные вопросы. Опять Вячеслав Шендаков спрашивает, пишет, предлагает, вернее, про ОП, было бы интересно написать в одном модуле полностью текст логики работы ПЛК. По-моему, это антипаттерн, божественный объект, когда вся логика сосредоточена в одном модуле. И, по-моему, это противоречит собственной концепции объектно-ориентированной подходы. Это к вопросу о том, что вообще было бы интересно по поводу ОПО услышать. Вопрос про кодусейс. Можно ли перемены выгрузить в Excel и загрузить из Excel? Может быть, вопрос про архивацию? Нет, я просто понял, о чем речь. Я, наверное, понимаю, о чем вопрос речь. Я бы хотел на другой вопрос ответить. Опять Алекс Филов пишет про Меркурий-230. Опрос времени идет корректно, но вот опрос текущих данных периодически дает ошибку контрольной суммы. Ну, тут, наверное, вам бы в сторону линии связи посмотреть или попробовать симулировать опрос с каким-то другим мастером, например, опять APC-сервером компании Insat. Мы тестировали на Меркурий-236 в течение длительного времени и можем повторить в принципе это при необходимости. У нас никаких проблем не было. Кто-то пишет добрый день. Такое, ну, видимо, вы подошли уже к концу. Вопрос про в KDC можно перемены выгрузить в Excel. Тут как бы два, может быть, вопроса. Опять мы начинаем додумать. Если речь о именно значении переменных в процессе работы программы, то есть, по сути, про архивы, или точнее про рецепты, наверное, больше про рецепты, да, это можно сделать в KDC есть функционал и для записи архива файл и для работы с рецептами. Или, может быть, речь идет о среде разработки. Вы можете проект выгрузить в формате XML и как-то обработать другим по, например. И, кроме того, стандартные компоненты дерева проекта, например, там, наши шаблоны или обычные MatBusLave, они поддерживают вот импорт и экспорт соотнесения переменных в формате эксельского файла, в формате CSV. То есть, например, если вы хотите скопировать куда-то уже эти привязки в другой проект, вы можете, хотя, в принципе, можете сам модуль перенести целиком из проекта в проект, как вам удобнее. Так. Так, ну, в принципе... А, кстати, у нас вот самое интересное, у нас вот эта визуализация, про которую я рассказывал, она вроде бы работает. Сейчас. секунду. Да, Василий, сделай, пожалуйста, демонстрацию моего экрана. Так. Работает. Я вот даже во время вебинара включил здесь режим нового года, поскольку скоро нас ждет Новый год. Вот, теперь визуализация выглядит несколько иначе, чем сегодня утром. Собственно, вы можете с своего компьютера прямо сейчас подключиться вот, подключиться к этому. У нас там прям на Ёлочке Овен написано. Я не вижу. А, мне показалось. Вот. Вы можете подключиться к этой визуализации, показать его самому заказчику. Вот так, в принципе, это работает. У контроллера статический... Ну, не у контроллера, точнее, у шлюза, статический IP-адрес и проброс портов настроен до нашего контроллера, который вот стоит там в кабинете, где я сижу. Правда, если сейчас все посетители зайдут, то я подозреваю, что контроллер просто вывалится, потому что вряд ли подразумевалось, что на нем будет одновременно висеть там порядка 60 веб-клиентов. Да. Слушай, а вот по поводу ПЛК-2007, что-то на форуме такое читало, что можно с ним поработать, но предварительно лучше написать себе на почту, если нужно, допустим, к нему подключиться, как-то с ним законнектиться? Не совсем так. Вы можете подключиться, просто взять и подключиться, там есть вся нужная информация, там есть IP-адрес, там написано, как, собственно, в KDC все это настроить. Обратиться нужно только, если вам что-то нужно на стороне веб-конфигуратора. Просто доступ к веб-конфигуратору мы просто так не предоставляем. С точки зрения KDC, нет, вы можете с своего компьютера из дома взять аргит-файл ПЛК-210 и загрузить его в наш контроллер, который имеет статическое IP. Это может сделать. То есть, сам проект свой загрузить в контроллер? Да, и проверить, что он работает, что с ним все нормально, да. Тема на форуме есть, может быть, Василий сейчас ссылку на конкретную тему отправит даже в чат. Алексфил пишет, я бы выгрузил с целью, чтобы потом перенести его в PC, а тут даже не надо так делать, вот я вам показывал, как с символной конфигурацией, уже проект, к сожалению, удалил, показывал, как с помощью символной конфигурации подключиться через IPC, используя IPC и клиент. Точно так же можно сделать с помощью IPC DA, то есть, в дистрибутив в KDC входит IPC DA CR, который может просто подцепить эту конфигурацию вы галочками, пометьте, какие перемены вам нужны, никаких там экспортов, импортов, не надо, все автоматически цепляется. Так, по ООП, вроде в начале видео упоминал, что есть какие-то библиотеки ООВН, написано на нем как раз. Может рассказать на примере этих библиотек, зачем применяются ООП и ТП? Про ООП у нас сегодня много вопросов. Ну, на примере шаблонов, это, мне кажется, довольно очевидно, то есть, есть все модули, все модули поддерживают протокол на базу, и у всех модулей есть свои особенности. Соответственно, там есть базы, а, кстати, может быть, я даже сейчас это смогу в каком-то виде показать, концепцию, если Василий мне расшарит экран опять, надеюсь, мы его уже не замучили этим за сегодня. Вот, если Вы посмотрите, как выглядит библиотека MX110Drivers, а, блин, там это все, наверное, скрытое. Нет, я не смогу это показать, потому что это все скрыты блоки. Смысл такой, значит, есть базовый класс, от него базовый класс, он консулирует универсальную логику, то есть, считывание конфигурации из дерева проекта, создание каналов опроса, собственно, конвертация всех этих данных в матбас-запросы, вот, и от этого базового класса наследуются уже конкретные экземпляры модулей, то есть, у каждого модуля есть индивидуальные особенности, например, например, ну, аналоговый фод, у дискретных фодов, у них свои регистры, свои типы данных и так далее, и вот эти классы-наследники, они как раз уже содержат реализацию только специфики. Это довольно, в общем-то, сложная технология разработки, которая потребовала много времени. что касается архиватора, про который я тоже говорил, там это тоже должно быть очевидно, потому что, ну, принцип один и тот же, мы некоторые переменные записываем в файл, но при этом переменные типа real и string, они имеют разный тип данных, обрабатывать их хотелось бы универсальными средствами, поэтому здесь как раз уместен полиморфизм, вот, и наследование как раз вот этих уже каналов, конкретных типов от некого базового класса, который описывает абстрактный канал, канал абстрактного типа данных. Вот тут вот добавляют, что вопрос про переменные, вот про Excel, это был вопрос про список переменных с их сетевыми адресами и типами данных. То есть, наверное, не совсем... Так, можно сделать, если этот ваш ПЛК настроен как slave. Так, у нас где-то ПЛК настроен, давайте я сейчас сет добавлю. То есть, предположим, у вас ПЛК настроен как slave, предположим, у вас есть какие-то переменные. Ну, давайте даже какую-нибудь переменную привяжем. Нашу, например, переменную типа int. Так, я бы хотела еще раз напомнить, что если вы только что подключились, наш вебинар будет в записи, поэтому не переживайте, что вы подключились к концу нашего вебинара, всегда можно будет пересмотреть запись, у нас будет выложена там ближайшие пару-тройку дней. Я продолжу. То есть, вот у нас есть slave, мы хотим экспортировать список переменов, нажимаем правой кнопкой мыши, экспорт соотнесения в CSV, вот мы сохраняем этот файл, если мы откроем, если мы его откроем, вот так он будет выглядеть, и косвенно можно, в принципе, понять адресацию, то есть, например, переменная, которую я привязывала, она относится к импут-регистрам, вот она, кстати, наверное, вот она, вот имя переменной, полный путь до переменной, вот, собственно, вот здесь, наверное, имеет смысл использовать AT-адресацию на верхнем уровне, вы можете распарсить и понять, что вот это регистр 0, импут регистр 0, поскольку он имеет обозначение QV, то есть, вот EV, это холдинг регистра, это, например, холдинг регистра с номером 9. Надеюсь, я ответил на вопрос, правда, он довольно специфический, может быть, что-то другое имелось в виду. Так, скажите, где у вас можно научиться программировать среди QDC справа? На наших курсах. Да, на наших курсах. Еще раз напомним, у нас есть на нашем сайте раздел учебный центр, на котором вы можете записаться на наши курсы. Да, мы уже только раз это показывали, наверное. Давайте под конец еще раз покажу. Вот наш сайт ovin.ru, учебный центр, раздел учебный центр ОВИН. И здесь вся информация по нашим курсам. Так, вернемся в чат. Так, мне значение именно перечень, чтобы потом использовать ваши май. Я довел сейчас на этот вопрос, так что вроде бы... По УК-160 в какой среде программируется? Ну, это среда кода СИС-2-3. По ней у нас именно по этому прибору, по УК-110, у нас проходит как раз таки курс, про который я только что говорила. Так, ну и в целом все. Я думаю, что можем потихонечку заканчивать. На большую часть вопросов мы, я думаю, ответили. Спасибо вам, что вы задавали вопросы в чате, за то, что вы прислали заранее эти вопросы. Ну и вебинар будет в записи. Под записью также, пожалуйста, оставляйте комментарии. Если будут какие-то вопросы дополнительно, также спрашивайте, мы на них ответим. Вот. Теперь что дополнить? Да, тут, кстати, еще один вопрос в чате. Мы не уйдем отсюда. Я вижу вопросы. Вот, честно говоря, Алекс, я бы вам советовал обратиться в техподдержку. Ваши вопросы, они именно касаются в большей степени осуществления техподдержки. Напишите, пожалуйста, нам на support.sobakoin.ru. Я думаю, Василий сейчас эту почту кинет в чат, и вам обязательно помогут. Что касается всего остального, да, я хотел бы сказать спасибо Марии, моих коллеги. Я бы хотел сказать спасибо Василию, который сейчас незримо присутствует с нами, он сидит прямо перед нами, он помогает, собственно, осуществить все это с технической точки зрения. Без него бы все это было совершенно не так здорово, как сейчас. Спасибо Кириллу, Елене, всем остальным сотрудникам учебного центра, которые помогли нам организовать этот вебинар. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо всем тем, кто пришел к нам, кто сдал вопросы. Это было очень приятно, это здорово, что у вас столько вопросов. Мы будем рады провести что-то еще в таком же ключе. Опять-таки, пишите, что бы вам еще хотелось увидеть. Может быть, это будет КДС-3, может быть, это будет ОП, но тогда я еще раз очень прошу, напишите, что именно про ОП вам бы хотелось узнать. Я надеюсь, я много раз об этом говорил, надеюсь, вы понимаете, какие сложности у меня возникают, когда я слышу вопрос типа пример ОП. Очень не хочется домысливать, чтобы не ошибиться. Огромное вам спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok